Итак, друзья, сегодня у нас Евангелия коснулась каждого человеческого сердца, кто живет в нашем городе. И мы уже в серьезный промежуток времени серьезно готовимся перед Господом к этим дням, которые наступают завтра. И неважно, что говорит метеослужба, что говорит прогноз погоды, я считаю, что в духовном отношении будет самый благоприятный тип погоды. Потому что сам Господь Бог будет двигаться. Поэтому у нас не остановят никакие превратности судьбы. Мы верим, идем по намеченному курсу. Итак, завтра и послезавтра будут очень серьезные дни, акция. Рига – город мой. Мы будем служить городу. И эта акция приурочена к открытию школьного сезона. И все, кто покаятся за эти дни, потом мы всех их приглашаем в субботу на открытие церкви «Новое поколение» в центре. И в три часа дня в субботу состоится торжественное открытие церкви. Представляете, как много событий. И для того, чтобы все они максимально успешно осуществились, нужно очень много составляющих. Во-первых, вера, большое желание, чтобы Божье Царство утвердилось на этой земле. И один человек на эту программу не способен. Нам нужно совокупности усилия всей церкви. Я очень рад, что уже в Ригу прибыл главный проповедник и инициатор этой акции. Это Дмитрий Макаренко, который имеет огромный опыт. И я очень хотел, чтобы сегодня вы были внимательны к тому, что Бог скажет через этого человека. Потому что это будет важное помазание, которое поможет нам мобилизовать свои усилия. И завтра в 10 часов собраться на Эспланаде для того, чтобы служить нашему городу. Любезно приглашаю, Дмитрий. Сцена ваша. Слава Богу. Слава Богу, что мы можем быть вместе, встречаться, иметь пробуждение. И я верю в великое пробуждение. Я верю, что Бог способен пробуждать нас, способен изменять все вокруг. И в такого Бога мы уверовали все. Аминь. Не в маленького Бога, которого можно на полочку поставить, а в великого Бога, который дышит, где хочет. И Дух Его везде. И очи Его обозревают всю землю. И Он изливает на жаждущие. Аминь. И когда мы жаждем, когда мы Бога сильно жаждем, тогда Он начинает изливать. Я буду немного проповедовать и делиться. Сегодня такой будет в конце организационный вопрос, когда все будут распределены по ролям. Потому что очень много людей. Чем больше людей будет задействовано в этом служении, тем больше плод мы принесем вместе с вами. Аминь. Так не бывает, чтобы, ну, если нету партнерства, вот как, допустим, я уже 7 лет палатку вожу по Украине, везде, в России сейчас, вот в Прибалтике. Мы вот и в Вильнюсе ставили в этом году палаточное служение. Я вам хочу сказать, я заметил одну вещь, что от церкви тоже очень много зависит. Да, зависит от проповедника, который приезжает. Да, зависит от того человека, который имеет видение, как это все делать, как проповедовать. Но вторая сторона медали – это церковь. Если церковь включается в работу, то все будет нормально. Мы увидим плоды. А то, бывает, так сталкиваешься, что тебе даже неудобно за свое служение становится. Когда говорят, да, что только мы служение провели, евангелизацию, в церкви никто не остался, никто не прилип, церковь такая же самая, ничего не произошло. Один пастор вообще выдал недавно. У нас сейчас 8 палаток ездит по Украине, по России, и 8 евангелистов работают в этих палатках. И в одном из городов там наш евангелист служил. Ну, как нормально, люди каются, исцеляются. Где-то хочется больше результатов видеть. Ну, пока какие есть, такие есть. И пастор в воскресенье как бы проповедовал последнюю проповедь, подводил итог. И он такую фразу сказал. Я так и знал, пробуждения не будет. Пастор сказал, представляете, пригласил в палаточное служение, и уже внутри себя знал, пробуждения не будет. Ну, ладно, все равно приезжайте. Так я не понимаю, зачем деньги тратить, зачем время у людей воровать, если все равно пробуждения не будет. Мы, во-первых, должны быть все верующими. Аминь. Включаясь в эту работу, я должен верить. Если бы я не верил, я бы давно это все бросил, давно. И сказал, до 300 лет, но мне надо пойду в шахту лучше работать. Но я верю. Я верю. И каждый раз верю. И каждую минуту верю. И в каждом городе верю. Верю, 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 верю. И будет хорошо, если тоже заразишься этой верой. Аминь. Давайте откроем Деяние, восьмую главу. Ой, сегодня я просто с вами поделюсь одним откровением таким. Я верю, что сегодня ты выйдешь из своей проблемы навсегда. Или, по крайней мере, поймешь, как с ней расстаться. Как из нее выйти вообще. И смотрите, первая глава. Саввел же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Саввел терзал церковь, входя в домы, влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, раньше в первопосковской церкви, как только она родилась, дьявол взрастил такого гонителя, хулителя церкви, его звали Саввел. И он снарядил его, дал ему людей, дал ему помазание, дал ему ненависть, дал ему дары свои, для того, чтобы он гнал церковь, для того, чтобы он уничтожал церковь. Написано, он брал мужчин, тащил их в тюрьмы, женщин, тащил в тюрьмы Савва, Стефана убили, побили камнями. Саввел говорит, молодцы, хорошо сработали, вот так и надо с ними поступать. И началось гонение на церковь, и написано, что церковь рассеялась, рассеялась. Вот как сегодня я вижу, происходит в наших церквях, в постсоветском пространстве, церкви рассеялись. Было много-много людей, а стало мало-мало. Все это, не только там, наше, касается нового поколения, или какой-то другой, в этом городе, в том городе, это везде такое происходит. Ну, вы заметили или нет? Раньше было людей намного больше в церквях. Во всех церквях, и в слове жизни, и в посольстве Божьем, были топы людей, жили, каялись, все было хорошо. И вдруг сейчас раз, и все, все рассеялись. Гонение пришло. Я вам хочу сказать, когда приходит гонение, церковь рассеивается. Когда приходит гонение, и не обязательно, это должно быть гонение именно такое, физическое. Физическое расправа, физическое наказание. Гонение бывает разное. Есть гонение финансовое. Вот некоторые сейчас попали в финансовое гонение. Есть такие люди? Есть, да? Попали в финансовое гонение, вас угнетают долги, вас угнетают кредиты. Кто-то попал в гонение болезненное, кто попал в гонение мамоны. Мамонов всех погнал на работу. И все побежали, и работают, работают, работают. Как будто от этого жизнь зависит человека. Вспомни, как мы пришли в церковь все. Вспомни, как мы все появились здесь с Богом. Мы все появились, у нас ничего не было, и мы были рады. Аминь. Сейчас некоторым людям трудно улыбнуться даже на служении. Аминь сказать, это вообще сверх вообще работа. Аминь, это уже, это почти, что я, почти, что мне голову отрубили за Христа. Ну, некоторые так себе сидят. Аминь, это самое сильное слово в Библии вообще. Потому что, или аминь по-латышски, или по-курински аминь. Потому что, смотрите, когда есть договор, вы читали договор вообще? Вы свой договор читали? Читал кто-нибудь договор свой? У кого есть вообще хоть один договор? Вы с водоканалом заключили договор? С госслужбой, там, с кем еще? С полицией, там, со строковой компанией. На каждом договоре стоит две печати, всегда. Или одна печать, другая роспись. Но никогда договор не считается действительным, если на нем всего лишь одна подпись. Аминь. Любой договор не считается действительным, пока на нем не стоит вторая подпись. И когда в суде рассматривается дело, и какой-то договор приносят, и говорят, вот по договору должно быть так, так, так. А если нет второй подписи, суд даже не будет рассматривать этот договор. Вот так же само в Боге. Иисус поставил свою подпись под договором, давно поставил. И каждая аминь, это еще одна подпись под договором. Когда я говорю, что ты исцелен, ты говоришь аминь. Ты подписался под исцелением. Когда я говорю, что ты богатый, ты говоришь аминь. Ты подписался под богатством. Аминь У Бога очень много договоров с нами Очень много Каждая страничка, каждый стишок Это договор, 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 договор И вот знаете Я увидел эту картину Как в церковь пришло гонение Куда-то пришло мамона И начал всех гнать на работу Маркетинги, зарабатывать деньги Как будто от этого зависит жизнь человека Я очень часто слышал, как люди говорили А чем же я семью кормить буду И когда мне это в глаза говорили бывшие наркоманы Я говорю, а чем ты 15 лет занимался? Ты думал о своей семье, что ли? Ты думал, где тебе работать? Ты думал об одном, где достать наркотик Так вот Павел пишет, как ты свои члены Придавал в орудие неправды Точно так же служи Богу Аминь Если мы всю жизнь искали удовольствие Искали грех, 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 побольше греха То когда мы спаслись Мы точно так же должны искать Бога И Его правды И тогда остальное все приложится Аллилуйя Что меня кушать? Что меня кушать? Иисус говорит, на птиц посмотри небесных Я вчера говорил уже Ты когда-нибудь ворон увидел за станком? Стоит, детали точит Или воробей сидит под церковью Подайте, пожалуйста, милость у него Хочешь знать, что Бог имеет в плане пропитания твоего? На птиц посмотри Ни одна птица голодной смертью не умирает Ни одна Ни одна птица голодной смертью не умирает Все птицы имеют пропитание Их не птенцы имеют пропитание Всегда при чем? Всегда при чем? И никто У них даже мысли нету Пойти работать куда-нибудь На базар пойду реализатором Такая ворона там ходит Продает что-то Если бы ты увидел Ты будешь Ого Вот это чудо Вот так же самое чудо Когда Бог на нас смотрит И мы Ему не доверяем В этом плане А что это я Богу буду служить? А кто ж работать будет? Вот когда люди такие говорят Я говорю Вот ты и будешь работать Если все проповедники станут Кто ж работать будет? Вот ты и будешь работать А я буду проповедник Лучше работать проповедником Потому что это работа На самой лучшей фирме Аллилуйя Представьте себе Фирма, которая называется Царство Небесное Открылась две тысячи лет назад Ее открыватель стал Иисус Христос Первоучредитель Или как это еще называется Ну первый кто открывает Ну ладно Неважно Основатель Он его основал И эта фирма работает две тысячи лет Продает один и тот же товар И он уже две тысячи лет Нужен, нужен, нужен Нам нужен, нам нужен, нам нужен И люди с радостью несут свои деньги За этот товар Вы заметили? Прям целыми ведрами сыпят Ты видел, чтобы где-то хоть такой товар продавался Такой фирмы больше нету Если фирма сто лет существует Уже говорят О, это величина сто лет уже Они на рынке Там этого Недвижимости Или еще чего-то Производят В нашей фирме тысячи лет И знаете что? Она закрываться не собирается И она не приближается к банкротству Она приближается к великому пробуждению Аллилуйя! И вот мы все стали работниками этой фирмы И знаешь, когда у тебя вопрос Пришло гонение в церковь Раз Все разбежались Потому что сегодня время другое Надо деньги зарабатывать Надо то делать Надо все делать Надо пятое делать Десятое делать Пришли кредиты И кредиты тебя гонят тоже Иди работай Надо меня платить Пусть сам себя платит Вообще скажи ему Вот Я просто Однажды Получил откровение Что в жизни нельзя ничего бояться Вообще ничего бояться нельзя Ну заберут квартиру подумаешь Снимешь Я просто вспоминаю Какой я пришел к Богу У меня даже не было рубашки Поэтому я не боюсь потерять ничего Если я смог Богом достичь чего-то И иметь что-то И даже если у меня сейчас это все заберут Я все равно к этому приду Я все равно это буду иметь Потому что я достиг этого уровня И никто его у меня не украдет Потому что я его достиг вместе с Богом Аминь А когда люди в страхе бегут Вот бы успеть туда Вот бы успеть туда Я однажды начал над этим думать Думаю, все покупают недвижимость Там все, богатеют Там инвестируют деньги А я как лошара вот это хожу Никуда Бомжей кормлю В зоны езжу Трачу свои деньги И знаете, я начал даже за это молиться Я начал об этом думать И думаю Ну классно бы Какой-нибудь Ну заводик купить хотя бы Чтобы тебе чекапало Кап-кап-кап-кап В карман Кап-кап-кап Слава Богу Старость обеспечена Дети обеспечены Все обеспечены Слава Богу А так что я детям оставляю И мне, знаете, что Бог сказал? Бог сказал мне Ну фразу От тебя Твое Не уйдет Можно гоняться Гоняться Бежать Так, вот там надо купить Вот там успеть Вот там Вот там Вот там Вот там Вот там И можно всю жизнь загоняться И потом под конец жизни Стать банкротом И своим детям Оставить одни долги А можно взяться за Бога И пусть это сегодня Ничего нету И пусть это сегодня Выглядит Как будто бы ты Как будто бы ты Самый последний Но всегда в Библии Говорит Последние станут первыми Аминь Они Савву гнал церковь Пришли гонения Я знаю две причины Почему приходят проблемы В жизнь Верующего человека Про неверующих Сегодня не будем говорить Я говорю сегодня Что я знаю всего Две причины Почему проблемы Начинают атаковать Ловека Почему дьявол Активизируется Против человека Первое Это из-за того Что ты не хотел Служить Богу Ты попадешь В проблему И второе Если ты сильно Служишь Богу Ты тоже попадешь в проблему Так что тогда делать Если и там и там проблема Зачем тогда вообще жить Так вот именно Что если ты сильно Служишь Богу И ты встретишься С проблемами Это для тебя Не проблемы А если ты отказался Служить Богу То ты в такую проблему Попадешь Даже если она будет Маленькая Но она будет для тебя Такая огромная Вспомним Пророка Иону Помните Пророк Иона Из-за чего попал в проблему Отпался служить Богу Бог ему дал задание Иди проповедуй Иди благовествуй Неси мою Евангелие В город Ниневию Иона Все я понял Командир Все Беру билет в Россию Скупил билет Поплыл в другую сторону Бог смотрит на время Иона должен приплыть Ниневию Там ангелы его встречают Этого Иону На берегу Где Иона вообще не пойму Куда он уплыл Короче поднимает Бог ангелов И КГБ Все ищут Где Интерпол Задействовал Нашли Иона спит в трюме В корабле Который плывет В другую сторону Господь не понял Куда ты поплыл Сынок Что перепутал что ли Узнает Наводит справки Не перепутал Специально поехал Вот так некоторые верующие Вы что думаете Откуда у вас проблемы Вы либо сильно Служили Богу Либо вообще Отказались ему служить Третьего нету Третье это фарисеи Кто хочет быть фарисеем Халилуя Никто Поэтому всего два пути Либо ты отказался Служить Богу Либо ты сильно Служил Богу Вот когда Павел С силой попали в тюрьму Помните Их побили палками Только из-за того Что они сильно Служили Богу Их закрыли в тюрьму И они попали в проблему Тоже попали в проблему Из-за служения Тот отказался служить Попал в проблему И те захотели Сильно служить Ревностно служить И тоже попали в проблему И знаете что Я вам сегодня хочу сказать что Из каждой проблемы Есть выход Иисус сказал Я есть дверь Выход Наш выход Это Иисус Христос И вот он Представьте Плывет в корабле Спит Бог поднимает бурю Ну надо же разбудить его Поднимает бурю Думает Сейчас корабль начнет качаться И он опроснется Ступнется головой А пол Ой Я же не туда плыву Какой там Я не знаю Что он там Димедрол напился что ли Короче Он спал что убитый Представьте Буря Корабль качается Там волны Мачта сломалась Эти мужики Начали молиться своим богам Читали в Библии Они там каждому Жертвы принесли Промолились Буди помолились Аллаху помолились Кришне помолились Грише помолились Конфуцию помолились Всем уже перемолились Луне помолились В воде помолились Всем пням помолились Деревям помолились Помогите кто-нибудь Мефодию Пантелеймону Всем свечки поставили Ничего не помогает Ну все Все Устали Грибут Грибут Устали И тут один спускается в трюм, что-то там взять надо было, смотрит, этот кадр спит. Он ему будет говорить, слушай, ты нормальный вообще? Там вся команда борется со стихией. Корабль спасатель, ты тут спишь? Да это из-за меня, мужики, вообще, не переживайте. Я это знал, давно уже знал, что если я не буду служить Богу, проблемы придут. Вот они пришли, но извините, что вы вместе со мной на корабле плывете. Они его, короче, за патлы вытаскивают на палубу, перед командой ставят. Вот, этот мужик говорит, что из-за него все. Так что нам делать? А вы меня за борт выкиньте. Чуваки, вообще нормально, давай грипп сни сильнее, ничего не получается. Ну ладно тогда. Короче, выкидывают его за борт. Ну все истории-то знают, да? Помните? Приплывает кит, то обычно я все время в мультиках китов видел, у них струны такие, да? Я думаю, как и он сквозь эти струны пролез-то? Но потом, слава Богу, за мере животных, там показывают, что у китов и такие пасти бывают разные. Я понял, что был такой кит. И он раз, и он его проглотил. Это, я слышал историю такую, я не знаю, сколько она правдивая, но это в советское время одного дедушку вызвали в НКВД верующего, пастора, баптиста. Вызвали. Ночью, два часа ночи. Представьте, его с постели поднимают. Так быстро на допрос, там привозят его, там сидит полковник, ну не просто там лейтенант, полковник сидит, заспанный такой. Так, что вы тут? Что вы все время вот эти, ваши штучки, бабушкинские сказки, все верите в них и верите? Тут говорит, товарищ полковник, вы меня в два часа ночи разбудили, чтобы сказать, что это сказки все? Ну, конечно, сказки Иона, Кит проглотил Иону, что это за сказки вообще? Это в мультиках только такое бывает. А тот сидит, говорит, знаете, я так сильно верю в Библии, что даже если было бы написано, что Иона проглотил Кита, я бы этому поверил. Вот некоторые люди, они верят так свято Библии, Аминь! Потому что Библия – это правда. Хоть ты спорь, хоть ты утверждай, хоть ты молись, хоть ты замолись, хоть ты заучись, переучись, прочитай все книги, но Библия всегда останется правой. Аминь! Это вечная книга. Она сейчас переведена, Новый Завет переведен сейчас на все языки мира. Это единственная книга, Новый Завет, которая есть во Вселенной, которая переведена на все языки мира. Аллилуйя! 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 И знаете, в чем парадокс? Больше всего Библии печатается, знаете где? В самой атеистической стране Китая. Печатается самое большее Библии на разных языках мира. Представляете? Это парадокс. Бог вообще, он просто смеется с этих коммунистов, с этих атеистов. Он говорит, а это коммунисты, да? Да вы будете Библии мои печатать всем. И те печатают, 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 печатают. Вместо того, чтобы жить, наслаждаться, они Библии печатают, печатают. А мы их читаем, читаем. Аллилуйя! Он заставит даже врагов работать на нас. Аминь! Ведь написано в Библии, это первое откровение, которое я получил, я сразу с работы рассчитался. Вы знаете, что первое, что я сделал, когда Богу пришел, я сразу рассчитался с работы. Что погрустнели сразу. Радоваться надо. Я прочитал в Исаии 61 главе, там написано. Люди других народов придут и будут работать на твоих полях, в твоих виноградниках. В твоих, будут пасти твои стада, а ты будешь священником Бога живого. Я так прикинул вообще. Ну я так подумал, думаю, либо ты будешь пахать на кого-то, на кого-то попа, либо ты сам поп. Я выбрал, будь священником. Лучше всего. Аминь! Если ты выбрал обратное, у тебя не очень хорошее будущее. Лучше будь священником. Скажи, что моя работа, это временно. Я священник. Я священник. Я священник Бога живого. Даже если ты плохой священник и попал в очерево кита, ну лучше быть священником. Аминь! И вот представьте, Иона попал в проблему. У кого из вас есть проблема? Большая. Только не маленькая, большая проблема. У тебя такая серьезнейшая проблема. Так вот, я когда об этом думаю, я вообще думаю, что у тебя нету проблем. Потому что у Ионы была проблема. Он попал в желудок киту. Живьем, да. Именно живьем. Представляете, открывает глаза, полная темнота. По пояс в мачмале. Знаешь, что такое мачмала? Нет! И в России тоже не знают, представляете. Я вам говорю, ну мачмала, ну это вообще слово распространенное такое. В Украине тоже, говорю, мачмала тоже не знают. Я уже начал подразумевать, может я его сам придумал. Мачмала это, ну такое, в общем, такое, ну мачмала в общем. И вот представьте, он попой с в этой мачмале. Вот я помню в детстве, когда ты в речку заходишь, и там вот так ногу так засовываешь, а там мачмала, и ты тогда проваливаешь. Вытаскиваешься, нога такая черная-черная. Вот это мачмала. Поняли? Вот так вот засовываешь ногу, ааа, и сразу вылазишь. Она черная такая, там уже 10 пиявок прилипло к тебе. Я только вспоминаю, сразу холодный пот у меня. А он постоянно там, представьте, в этой мачмале. И самое интересное, у Иона было всего два выхода. Один был выход естественный, а другой сверхъестественный. И самое страшное, что, естественно, его затягивал все время. Манил его, манил, тащил его. Вот так засасывал. И он медленно туда уже начал залазить потихоньку. Ты говоришь, у тебя проблемы. Ты вообще отдыхай. Проблемы нашел. Представь, ты по пояс в мачмале, у тебя всего два выхода, и ты бы хотел туда, но этот все время тебя тянет туда, тянет. И у него разные мысли уже были. Он уже представлял, как он выйдет. И будет плавать. Потому что то, что выйдет, уже не тонет. Этот выход его тащил. Ты говоришь, ты в проблеме. Ты в проблеме. У меня проблема. Долг за квартиру. У него не то, что квартира, он в желудке жил. И знаете, когда пришло избавление? Избавление пришло, когда он решил проповедовать Слово Божие. Избавление не пришло к нему, пока он молился. Прочитайте это в Библии. Он три дня в желудке находился. Вы что думаете, он только в третий день начал молиться? Он все три дня там орал, у кита там бурлило в животе все. Просто в третий день он все-таки понял, что ему надо проповедовать Евангелие. И тогда вдруг у кита открылся выход сверхъестественный, и он его выплюнул. Знаете, для чего наши проблемы? Если я христианин, если я уповая на Бога, если я верующий в Бога, если у меня есть задание от Бога, даже если проблемы, которые кажутся тебе, что они пришли тебя уничтожить, они тебя выплюнут прямо в твое призвание. Кит не приплыл в Фарсис, кит не приплыл в какую-то другую страну, вдруг он же мог куда угодно приплыть. Он приплыл именно к Неневии и выплюнул Иону прямо на берег. И сказал, иди Иона, и поеду Евангелие. И представьте, что произошло с Ионой. Вот проблема. Это страшная проблема была. Он в желудке у кита целых три дня уже хотел превратиться там, сами знаете, во что. И вдруг чудо. Он выходит наружу и смотрит вывеска Неневия. Вот это слава Богу. Так самое что интересное, когда его увидели люди, историки говорят, что кислота кита так повлияла на него, что цвет его кожи стал сверхъестественно белым. Вообще белый-белый. Когда он заходил в город, и люди его увидели, аааа, ты кто? Мне нужно к царю. Все, к царю, к царю, к царю. Его прямо к царю отвели. Прям к царю его отвели. Папа, иди к президенту сходи. Давай, иди прямо сейчас. Сходи к президенту. Я пришел тебе по проповеду. Давай, зайди. Так это президент. Латвии. А то был царь. Там если кто-то появлялся не вовремя, голова отрубили. Иону приводят. Царь только его увидел, он сразу одежды порвал, пепел на голову насыпал. Потому что он ему сказал, если не покажешься, будешь такой, как я. Ну, представьте, такой мужик пришел, откуда, с Марса прилетел, или с Луны, не знаю. И говорит, если не покажешься, такой, как я станешь. Прозрачный полностью. Там не то, что царь покаялся. Пост объявили, даже собаки и кошки ничего не ели. Говорит, запретить всем есть. Ни быки, ни коровы, ни кони, ни собаки, ни кошки, ни мыши. Ни тараканы. Никто не ест вообще целый день. Тут хоть бы верующих заставить в среду поголодать. Там под раздачу все попали. Кошки там лежали. А тут надо целую неделю вдохновлять, чтобы верующие взяли пост. Ну, я понимаю, кушать хочется, мне тоже всегда хочется. Ну, там было реальное пробуждение. И проблема, и он, она решилась. Не тогда, когда он молился, не тогда, когда он, думайте, три дня он там ел, он в посту был, в реальном. Мощь молоку, особо не поешь. Такой вынужденный пост. Он получил избавление в тот момент, когда он решил проповедовать Слово Божие. Я верю в это. Потому что Матфея 10.32, это много лет назад, много лет назад я услышал это от Бога. И мы знаем это место все наизусть. Иисус сказал, и так, кто исповедует, истинно говорю вам, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом. И я однажды это понял, как это все происходит. Это в тот момент, когда я людям, перед людьми, начинаю говорить, Иисус Господь, Иисус Целитель, Иисус освобождает от греха, Иисус омывает, Иисус исцеляет, Иисус дает радость, Иисус восстанавливает семьи, Иисус мой Господь, Иисус есть Бог, Он сидит на престоле и царствует. Когда я начинаю это людям говорить, в трамвае, на улице, в троллейбусе, везде я появляюсь, в магазин появился, я покупаю продавцу, говорю. В самолете лечу, в самолете говорю. И когда я везде говорю, я даже по-английски научился проповедовать. Еще говорить не умею, проповедовать уже умею. Я уже там в Америке двух мужиков от сигарет освободил. Я так им говорю, 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 Free, You, Free Smoking. Они смотрят на меня. А тут сигареты торчат. Я говорю, выкидывайте сигареты давайте. Они раз выкинули. Все, я молитву совершил уже по-русски. Думаю, мой Бог русский, пусть понимают, как хотят. И вот Иона, он там, что думаете, он по-нинивийски говорил, что ли. Ему даже говорить не надо было. Он просто появился во дворце и вся страна покаялась. Там 600 тысяч людей жило. 120 это написано, те, которые правой руки не отличают левой, то есть это маленькие детки. Историки говорят, 600 тысяч город был. Сколько в Риге живет? 600 тысяч. 800, да. Ну, чуть-чуть не дотянули. Ну, ладно, 200 тысяч потом спасем. И знаете, что Иисус однажды сказал? Иисус однажды сказал, Иона восстанет, не Невия, восстанет на суд с вами. Она будет судиться с вами, потому что они поверили Ионе. Проповеди Иониной. Иисус сказал, и вот здесь больше, чем Иона. Знаете, кто живет внутри нас? Внутри нас живет тот, кто больше, чем Иона. Иона мог за один день привести 600 тысяч к покаянию, но внутри нас сегодня живет больше, чем Иона. Соломон мог иметь такое богатство, которое исчислялось миллиардами, миллиардами долларов сегодня, и до сих пор его еще никто не переплюнул. Прошло уже две с половиной тысячи лет. И Иисус сказал, я больше, чем Соломон. Я больше, чем Соломон. И сегодня этот суд живет внутри нас, и он больше, чем Соломон. Аминь. Для кого-то это пустой звон, для кого-то это просто слова. Я вернусь в Матфея 10.32, когда Иисус сказал, я исповедую вас перед Богом. Если вы исповедуете меня перед людьми, я исповедую вас перед Богом. Всякого, кто исповедует меня перед людьми, образованный ты, не образованный, пастор ты, не пастор, служишь ты Богу в церкви, не служишь ты, просто прихожанин ты в церкви. Он сказал, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом. И знаете, что я выбрал? Я однажды понял, Зачем мне молиться за свои проблемы? Вы все молитесь за свои проблемы. Вы все мечтаете, чтобы эти проблемы решились. Вы все плачете иногда перед Богом за свои проблемы. Говорите, Бог, реши мою проблему. Бог, избавь меня от долгов. Бог, я сюда попал. Ну что теперь делать? Я попал. Вот именно. Теперь надо делать правильные вещи, чтобы выйти из этой проблемы. Аминь. Когда Иисус пришел, Он сказал, я не собираюсь копаться в прошлом. Почему? И как некоторые люди мне говорят, какой же корень моей проблемы? Как будто бы я знаю, какой у него корень. Я знаю, два корня проблемы есть. Либо ты сильно служишь Богу, либо ты Ему вообще не служишь. Но если ты сильно Ему служишь, тебе даже моя помощь не нужна. Ты сам знаешь, как выйти из любой проблемы. Павел с силой начали воспевать Бога, написано, в тюрьме, находясь в кандалах. И они воспевали Бога, и написано, вся тюрьма слушала их. Знаете что? Они песнями проповедовали. Их так сильно побили, что они решили не словами, а песнями проповедовать. Аллилуйя! И они тут же были выпущены из темницы. Прочитайте эту историю. Темничный страж забежал, упал к ним в ноги и говорит, господа, что мне делать? Павел говорит, верой в Иисуса Христа, спасешься ты и весь твой дом, идем к тебе домой. И написано, он их взял, повел к себе домой, помыл их, почистил, выдал новую одежду, покормил, спать уложил и только утром втихаря опять в камеру привел. Потому что Павел говорит, не-не-не-не, мы так не убегаем. Нам нужны публичные извинения. Представляете? Павел на глючи был какой. Ты преступник, в тюрьме сидишь, его пришли тайком выпустить, а Павел говорит, нет-нет-нет. Официально, пусть придет главный ваш начальник и публичные извинения и 20 тысяч долларов вот сюда. И тогда мы выйдем. Уже не кто-то диктовал условия, Павел диктовал условия. Потому что для него тюрьма это не проблема, потому что он служит Богу. Аминь. Халилюя. Если ты попал в проблему, у тебя один выход, проповедовать Евангелие. Неважно, из-за чего ты туда попал. Когда Иисусу спросили, почему он слепой родился, потому что он согрешил, родители согрешили. Иисус говорит, да мне вообще наплевать, из-за чего я пришел его исцелить и все. Кто-то говорит, какой корень этой проблемы? Вот если мы корень найдем, корень этот подрубим, и тогда дерево засохнет. А Иисус говорит, да я плевал вообще на корни, исцелись и все, а тут раз прозрел. А мы иногда копаемся полжизни, где же этот корень, где же этот корень, где же этот корень? Вроде десятины плачу, вроде бы жертвы даю. Где же этот корень? Пропоеду Евангелие, тебе не надо никакие корни искать. Ты все время радостный будешь. Тебе будут счета приходить, ты будешь, ха-ха-ха-ха, все равно нечем платить. Я вам Евангелие проповеду. Это Евангелие. Это Евангелие. Если тебе нечем платить долги, то радуйся. Тебя Бог освободил от уплаты кредитов. Не, ну если ты будешь плакать, в депрессии, мучиться, голова болит, ой, что делать, что делать, что делать, что кто-то заплатит за тебя? Нет. Но когда ты радуешься, может кто-то и заплатит. Я не знаю, как это происходит, но иногда происходит. Аллилуйя. Помните, было два парня, они вот почему-то, они все время вместе упоминаются в Новом Завете. Хотя они не были даже знакомы с друг другом. Одного звали Ной, другого звали Лот. Помните? Ной. Просто был фермер, бизнес. Просто работает. Поля засаживает, помидорки, огурцы. Лучок там. Денежки плывут, все нормально. И вдруг, Бог ему говорит, так, Ной, я буду топить землю, ты построй себе корабль. Вот здесь, в лесу. Тут леса много, дерево, купи себе этот огородик с деревьями и строй корабль. А какой корабль? Ну, такой, чтобы всех слонов туда всех запихать. Змей, крокодилов там, ну, кто там еще есть. Птиц всех, все в ковчег. 150 метров длиной, 50 высотой, 30 шириной. Такой корабль появился только уже в нашей эре в 1400 каком-то году. Таких размеров. Представляете? И Ной сам со своими детьми начинает строить этот корабль. Я просто представляю. Ты говоришь, как мы думаем, верующие сегодня, как мы думаем. Не, ну, тут не очень удобное место проповедовать Евангелие. Что бы мне люди подумают? Они же скажут, что они подумают сразу, что я сектант из этой страшной секты новое поколение. Если бы я хотя бы был там у Рика Реннера и сказал бы, нет, я не из нового поколения. А так я из нового поколения, сразу скажут, все. Но, если бы я был там с какой-нибудь другой, там, какой-то там, ну, там, движухи, там, речники, там, или печники, кто там еще бывает. Я бы сказал, нет, новое поколение, это да, секта, а я вот речник, печник. Вы знаете, вот в детстве, я вам сейчас расскажу малюсенькую историю. Моя семья вся, вот мой дедушка, бабушка, папа мой, дяди мои, все были шахтеры. И где-то это в 70-каком-то восьмом году, нас всех, мне потом даже в садике рассказывали, я-то в 9 спать ложился, а после программы «Время» показывали нашу семью по всему СССР. И, короче, приехали телевидение, там, раз снимают всех, первый канал, что вот шахтерское племя, там, все, дедушка такой, уже в орденах весь, папа, там, все, все. И нас, вот таких шпендиков, нам по 5 лет было ли, поскольку, мои двоюродные братья, я там, и мы сидим, там, какой-то нас привезли, к студию, там, такой стол, там, чайка, нам, помню, конфетки «Каракум», как сейчас помню, потому что их вообще нигде не было, только в этой студии выдавали. И вот, я помню, я конфетки эти ел, одну за одной, одну за одной, поэтому и запомнил, что «Каракум» назывались. И, короче, ну, и там самый центровой вопрос был, ну, вообще, кто кем хочет быть? Ну, у деток начали спрашивать, ну, все же знают, что шахтеры мы все, и раз моему брату, там, двоюродному, а ты кем там хочешь быть, мальчик? Он, шахтером, как мой дедушь, как мой папа, мы хотим, хочу быть шахтером. А у нас в садике тогда, помните, как раньше вот эта коммунистическая травля была? Ленин там любит деток под майонезом. И книжка была, и нам прокачивали эту тему, была такая книжка «Ленин и печник». Помните, да? Кто в садике в то время был? «Ленин и печник» — это был сильнейший бестселлер был, вообще просто конкретный. «Ленин и печник». И я помню, я так думал, прикинь, Ленина был печник. Ну, своими детскими мозгами. Думаю, печник, это же такая работа престижная. Представьте, он пришел к Ленину, в печку починил, и Ленин там грелся вообще. И, представьте, вопрос задают, последний, ко мне же подходит. Ну, а ты, мальчик, кем хочешь быть? Ну, и думай, сейчас я скажу, я как папка с шахтером. А я такой, а я хочу быть печником. Ну, и сейчас вот видите, там разные движухи организовались. Речники, печники там все, все в одной теме. И вот как мы думаем? Мы думаем, ой, с нас смеяться будет, с нас там, это как-то неудобно. И я раскрою свои карты, все сразу на меня посмотрят. О, сектант. А представьте, ной, это же никуда не спрячешься. Это ты раз себя внутрь спрятался, и типа, я тоже грешник, аллилуйя. Я такой же, как и вы все. А ной, представьте, такую махину строят прямо в лесу. И когда люди приходят, говорят, слышь, ну а что ты тут строишь вообще в лесу? Да вот, Бог сказал, лодку построить, корабль, кораблище. А зачем? Да, дождь пойдет с неба, вода с неба польется вот так, польется, польется. А мы туда залезем все и поплывем. Вот они так рыжали, как вы сейчас. Там даже предприниматели нашлись, кассу быстро открыли, стульчиков наставили. Кто хочет с ноя поржать, приходи. Там уже билетики пошла продажа. И люди вот так, ааа, ной, больной, вообще зуба зажег. Куда ты поплывешь? В лесу, до моря, тысяча километров. Ты что вообще, ты где лодку-то строишь? И так было сто лет, это не было, а десять минут. Тебе десять минут трудно от слова Божьего сказать. А это было сто лет, сто лет с него ржали. Сто лет. Сто лет. Сто лет собрался жить вообще? Сто лет с него ржали вот так, ааа, ааа, ной вообще сумасшедший, сумасшедший. Тыкали в него. Он только где-то проходил там, пошел в магазин там что-нибудь купить. Вон этот придурок идет, он в лесу лодку строит. Видели? Это придурок реальный. Идите все смотрите. Ладно-то мной, а представьте, его сыновья попадали. Думают, ну ладно, с батей ржут, а с нас-то что? Мы-то нормальные вообще. А батя им с утра так всем строит, на стройку. Я больше чем уверен, они не верили ему. Ну где-то в глубине души. И знаете, и лод, второй был лод. Я бы, честно говоря, изменил бы ему имя, назвал бы его лох. Это правда. Просто быть вот таким лошарой, с дядей вместе бизнес сделали, бабла накосили. Вот такие вот все ходят, все нормально. И за дядей представь. Ну кто ты был вообще, лод? Дядя подтянул в бизнес, сдал, все. Билл Кейтса уже переплюнули давно. Ходит, все нормально. Нет, дядя, что-то вообще земля непоместительная. Давай разделимся. Куда ты делишься? Ты вообще из-за кого здесь? Ты вообще почему на этой высоте? Ты вообще почему живой? Ты вообще почему наслаждаешься жизнью? Аминь! Как некоторые люди впускают дух мамоны, потому что тогда земля становится непоместительной. Не может два господа быть, либо один, либо другой. Вначале это возможно. Когда ты чуть-чуть Богу поклоняешься и чуть-чуть деньгам служишь, наступает момент, когда в твоем сердце становится тесно. И приходится выбирать, куда тебе идти. Или за Богом, или за мамоной. Или за дядей Авраамом, жертвуя при этом. Ну ладно, дядя, я свою скотину просто подарю тебе, но часть, и последую за тобой. Лучше быть с тобой. Пусть я буду иметь меньше, но буду с тобой. Аминь! Пусть я буду иметь меньше, но буду с Богом. Пусть я выгляжу не очень хорошо, но с Богом. Пусть я сегодня в позоре, но с Богом. Пусть я сегодня в уничижении, но с Богом. Чем сам... Авраам-то знал, кто он такой. Он знал, кто его друг. Бог ему сказал, Авраам, ты мой друг. Авраам говорит, ну вообще племянник без проблем, конечно. Выбирай землю. Куда хочешь. Тот посмотрел, Содом и Гоморра. Цивилизация, вся вода там, все. Я выбираю Содом и Гоморру. Пожалуйста. Проходите. Я иду в обратную сторону, в пустыню. И вот всегда в Библии, в Луки 17, там написано, как было водниное. Все ели, пили, женились, выходили замуж. И когда Ной вошел в Ковчег, то потоп погубил всех. И дальше написано, как было воднилота. И почему они вместе? Как было воднилота. Так будет пришествие сына человечества. Все строили, сажали. Покупали, продавали. И когда лот вышел из Содома и Гоморры, дождь серный пролился. Знаете, иногда есть такое искушение подумать, что это очень похожие ситуации, и только поэтому они написаны вместе. Там просто дождь пошел, а там огонь с неба пошел. Но я вам хочу сказать, что это не случайно написано. Давайте откроем 2 Петра. Я вам сейчас прочитаю еще одно место, и мы будем сегодня молиться. Сегодня у нас вечеря. Знаете, что такое вечеря? Время вечери – это время сделать свой выбор. Когда мы прикасаемся к этому телу Христа и к Его крови, мы должны к Нему прикасаться с принятым решением. Вообще, сам акт вечери, когда Иисус проводил последнюю вечерю, это была окончательная вечеря. Это был окончательный выбор Иуды. Это был окончательный выбор всех остальных учеников. Иуда именно во время вечери сделал неправильный выбор, и из-за этого он удавился и погиб. Я вас просто веду. Я имею это откровение. Я знаю, что спасение приходит через проповедь Евангелия. Я вам не дорассказал, почему я выбрал проповедовать Евангелие вместо того, чтобы молиться. Потому что, когда я проповедую, Иисус за меня молится. Иисус сказал, я исповедую тебя перед Отцом, если ты исповедуешь меня перед людьми. И когда я проповедую Евангелие, мне не надо молиться за мои кредиты, за мои проблемы, за мои долги, за мои болезни, за мою семью, за все-все-все, что я имею. Я выбрал проповедовать Евангелие. Пусть Иисус молится. Знаете, кем Он является? Две тысячи лет подряд уже. Написано, Ходатай Нового Завета. Так как Он молится, ты никогда в жизни не помолишься. Так как Он батю раскрутит, ты никогда в жизни Его так не раскрутишь. Представьте, Бог, мы иногда, знаете, мы иногда выглядим в глазах Бога просто как комики какие-то. Он смотрит на Землю, представьте, вся Вселенная написана в нем. Ты знаешь, что такое Вселенная? Сейчас, слава Богу, на Луне начали Землю продавать. Можно взять. Пока очень дешево. Следующая Марс. На Марсе будут продавать. Да, я вам серьезно говорю, я читал уже все. Все, это уже реальность. Уже сертификат, и можешь купить себе пару соточек Земли на Луне. Ну, правда, ты туда можешь не попасть никогда при жизни, но Земля там за тобой конкретно, как за колхозом. И вот, и вот представьте, Бог, в нем Вселенная. Он вот так смотрит, Вселенная вся, Вселенная. Звезды, да звезд миллион лет лететь только. А это все внутри Бога. Бог намного больше всей Вселенной. И представьте, там Земля какая-то там летает, одна из планеток. Там Марсик какой-то там, этот, Сникерс, и вот Земля с Луной. И даже Бог, когда хочет на нас посмотреть, Он берет так Землю, так... Что это? А, Земля. Узнал я тебя. И на этой земле есть Латвия. У нас великое пробуждение. Аллилуйя. А на Латвии есть Рига. Рига. Да, точно. Он слышит все. А в Риге есть ты. А в Риге есть ты. Подайте микроскоп, пожалуйста. И в общем, ты там молишься. И помимо тебя еще пару миллиардов человек молятся. Представляешь? Помимо тебя еще пару миллиардов христиан молятся. Амэн. И они молятся день и ночь. И православные тоже молятся. И католики. Все молятся. Что там за болтовня, не понял? Шумят что-то. Или представь, ты пошел просто проповедовать. Просто пошел проповедовать. Просто пошел проповедовать. Иисус раз. А он же не может соврать. Вот кто угодно может соврать, только не Иисус. Он сказал, а он еще и подчеркнул, истинно говорю, кто исповедует меня перед Дмитрием, того исповедую я перед Отцом. Ты в проблеме. И ты можешь Богу закричаться из-за своих проблем. Вы думаете, и он а не молился? Вы думаете, он там не кричал? Да он орал там, что потерпевший. Но кит его выплюнул. И выплюнул его в призвание только тогда, когда он сказал, я иду проповедовать. Так вот, я когда иду проповедовать, в это время Иисус сидит возле Отца. Вот так рядышком. Вот тут Отец. Но Отец невидимый же. Тут Иисус. И я пошел проповедовать. Иисус сразу, Батя, извини. Ну вот Дима. Да, из Перешатровинска-Макаренко, помнишь? Вот он пошел меня исповедовать. Понимаешь? Ему машинку новую надо бы. А что он ездит на этой старушенце уже? Сколько колеса подпадают? И вообще он в квартире, что дом надо? И вообще, ну, деньжат бы ему побольше. Чтоб побольше мог делать для Царства Божьего. Или ты молишься? Я искатель Бога. Можно никогда не найти. Можно никогда не найти. Ты его ищешь, ищешь, ищешь. Или ты просто пошел проповедовать Евангелие. Пожел. Иисус вас любит. Он за вас умер. Он пролил свою кровь. А в это время сам Иисус. Батя, ты понимаешь? Надо. Я обещал. Если сейчас не исполнится. Как люди будут верить моему Евангелию? Они же его в мусорку выкинут. Давай быстро. И батя ангелов. Чемоданы с долларами. Я имею, знаете, какое откровение? Экклесиаста 2, 26. Мое золотое откровение о процветании. Там написано. Бог дал заботу грешникам собирать и копить. Халилуя. Грешники молодцы. Они конкретно собирают и копят. И некоторые преуспели. Миллиарды накопили. Билл Кейс, молодчак, а ты лучший. Копят, 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 копят. Копите, ребята. Копите. Ничего не потеряйте. Копят. Знаете, во что я верю? Однажды. Там дальше запятая стоит и написано, чтобы потом отдать добрым предлицом его. Ахметов с двумя чемоданами долларов будет бегать по всей Украине. Где Дима Макаренко? Где он? Где он? Где он? Мне надо ему два чемодана долларов передать. А следом Янукович еще с двумя. Где он? В какой город поехал опять? А ты думаешь, как будет? Так и будет. Ведь Иисус Закхею даже не говорил о пожертвовании. Он ему ни слова не сказал о деньгах. Он просто пришел в Ерехон. Тут Закхей. Слушай, пойдем к тебе домой сходим. Закхей сразу. Вот, половину имени. Я давно приготовил. Уже передать давно пора. Вот, передаю. Халилюя. Халилюя. А ты все плачешь. Ой, не успею. Не успею заработать. Не успею в бизнесе пропхнуть. Да 300 лет тебе этот бизнес. Работай на Бога. Он тебя благословит. Потому что церковь сильно умная стала. Сильно важная. Деньги нам нужны. Деньги. Деньги придут. Если мы проповедуем Евангелие. Аминь. 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 И нам дали назад полторы тысячи. И нам дали ровно столько денег, что должно вроде бы хватить. И не хватило. А не хватило, почему? Представьте, мы ночью едем. Стоит девчонка на дороге с ребенком. С маленьким. С грудным. Ну и мы остановились. Спросили, что ты тут стоишь. Она говорит, ну у меня нет денег, чтобы домой доехать. И мы лишние там 30 или 40 километров ее отвозили домой. И когда мы ехали где-то за 50-60 километров до дома, бензин кончился. Все. Слава Богу, что у нас везде братья и сестры. Я позвонил одному брату. И он говорит, через минуты принесу. Я не знаю, на чем он там летает, ездит. Принес. Я говорю, когда отдать надо? Он говорит, никогда. Аллилуйя. Аллилуйя. Я просто знаю, что если я служу Богу, меня Бог не оставит никогда. Меня Бог не бросит. Даже если я попал в проблему, и я в большой проблеме, и я принял решение проповедовать, служить Ему, говорить о Нем, Он заставит кита выплюнуть меня, Он заставит темничного стража поклоняться мне, Он заставит всех служить мне, потому что я сказал, я буду проповедовать Евангелие. Его ангелы придут служить. Его деньги придут служить. Его ресурсы придут служить. Его помазание придет служить. И столько ты выбрал проповедовать Евангелие. Аминь. Я знаю. Ну, я на своем опыте говорю. Когда я покаялся, у меня вся семья была неверующая. Они все сказали, что я сошел с ума. Мои родители, моя жена. Мой брат. Они все сказали, что я сошел с ума, что со мной не все в порядке. И они не покаялись так быстро. Я два года за брата молился, чтобы он покаялся. И он покаялся. Сейчас пастор церкви. Халилуя. Был наркоманом. Сейчас депутат. Городского совета. В трехмиллионном городе. Когда я проповедовал, мне все говорили. А чего твоя жена в церковь не ходит? А? Не можешь ее спасти? Как же ты можешь другим проповедовать? Так вот именно. Другим как раз-то и могу проповедовать. Так чтобы она спаслась, и надо другим проповедовать. А не жену долбить с утра до ночи. Будешь долбить, убежит от тебя вообще. Или мужа. Будешь долбить, убежит от тебя. Лучше долби соседей, знакомых, родственников. Они все равно с тобой не живут. А мужу майонезик в борщик. Любимый мой, родной. Аллилуйя. У меня вся семья спасена. Все спасены теперь. Мой отец покаялся за день до смерти. Покаялся, на следующий день умер. Представляете? И я знаю точно, он в небесах. Потому что я однажды принял решение. Я буду проповедовать Евангелие. Я буду проповедовать Евангелие. Да, иногда я чувствовал. Я иногда чувствовал этот бесовский контроль. Когда мне сам дьявол говорил в спину. Говорит, а как же твои родственники? Че ты им рассказываешь? А че эти не спасены? Че твои родственники? Евангелие не работает. Я говорю, дьявол, они до времени там. Они все будут служить Богу. Я и мой дом будем служить Господу. Спасусь я и весь мой дом. Аминь. Мы должны быть проповедниками Евангелия. Иисус вообще, когда Он избирал апостолов, Он им сказал одну фразу. Он не сказал, вы будете апостолы, вы будете пророки, вы будете пасторов. Он сказал, вы будете ловцами человеков. Вы будете евангелисты. Все. Вы будете те, кто будет ловить людей. По одному, по два, по 22, по 22 тысячи, по 22 миллиона. Но вы все будете ловцами человеков. И не важно, сколько тебе сегодня удастся поймать. Даже если ты одного грешника приведешь на палатку, это великая победа в твоей жизни. Ты увидишь, как твоя проблема ослабнет. Когда ты второго приведешь, ты увидишь, как твоя проблема упадет рядом. А когда третьего приведешь, проблема убежит, ты ее больше никогда в жизни не увидишь. И когда ты начнешь служить сильно Бог, придут новые проблемы. Но это проблемы уже не проблемы. Потому что ты будешь переступать через них. Просто как через какие-то препятствия. Ха-ха, это ты делал. Знаете, как Смит Вигельсер писал в своей книге? Однажды ночью пописать стал. Дьявол, ночью там просунья идет. И тут раз в зал заходит, дьявол сидит, он такой. А, это ты, дьявол. И пошел дальше. Дьявол в шоке. Это я. Да, а, это ты. И пошел дальше в туалет себе. Вот так и ты будешь. Проблема пришла. А, это ты опять. Пошел дальше. Аминь. Аминь. У Иисуса же не было проблем. Не было. Его написано, схватили, повели на гору скинуть. А он прошел среди них. Как это? Не знаю. Он просто всегда проповедовал Евангелие. Они его схватили камни побить. Раз. Камни все попадали. Там хотели его еще что-то сделать, еще что-то сделать. И все время не получалось, пока он сам не сказал, я иду на крест. И когда пошел, его никто не смог остановить. Аминь. Аминь. Он управлял всем. Стихиями управлял, природой управлял. Вот у нас служение палаточное. Вот сейчас у нас будет тут два дня палаточного служения. Будет начинаться все в 10 утра. Молитва будет. И знаете что? Вы уже на молитве увидите, как спасаются люди. Потому что когда церковь выходит за стены своего здания, своей дислокации, и мы идем в мир. Там, где люди просто гуляют, просто ходят. Мимо. И вдруг тут молитва. Вдруг какое-то учение. Вдруг там кто-то проповедует. Вдруг там какие-то консультации. Вдруг какие-то люди. Что это такое? Пойдем посмотрим. В один раз у нас будут семинары, где мы всех еще раз вдохновим проповедовать Евангелие. Накрутим. Зарядим. Выпустим. Направим. И все пойдут евангелизировать. И мы слоем много рыбы. Аминь. И каждый вечер будет служение чудес. Я верю в чудеса. Я верю, что они происходят. И они действительно происходят. И всех, кого мы послали в этом году везде проповедовать, везде происходят чудеса. Представьте, пришла женщина. У нее кость неправильно срослась. То есть вот так вот на руке. У нее был смещенный перелом. И когда кость срослась, есть здесь снимок, что у нее вот такая вот кость. И все. Ну как бы, ну все. Надо разрезать. Надо ломать кость. Надо вставлять. Шурупами прикручивать. И потом ходить какое-то время. И потом вытаскивать эти шурупы. Чтобы кость была прямой. Она пришла в палатку с поломанной рукой, с больной рукой. Которая срослась неправильно. Она у нее жутко болела. Она у нее не поднималась. Представьте, одна молитва. Я там за нее 20 секунд помолился. 10 секунд. Не знаю сколько, не помню. Я потом улетел. Антон приехал в следующее служение проводить. Эта женщина прибежала с этим. Со снимком. Представляете, ровная кость полностью. Выровнялась кость. И уже не надо никакую операцию. Боль исчезла. Все исчезло. К нам в прошлом году деда водили. Он 3 дня слепой. Под руки приводили его. Все собрание. Там человек 500. Они каждый день видели, что он слепой. Мы за него все 3 дня молились. И ничего не происходило. На 4 день прозрел. Начал видеть. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что для Бога нет ничего невозможного. Аминь. Для Бога нет ничего невозможного. Когда люди приходят. Потом свидетельства такие. Мужики выходят. Говорят. Мы там по 30, по 40 лет курили. Не могли бросить. Даже не думали, что это возможно. Просто кинули на землю сигареты. За них какую-то молитву прочитали. 2 секунды, 3 секунды. Сказали. Все, вы свободны. И на следующий день приходят. Ничего не поймем. Бывают, правда, разные кадры. Один через 5 минут забежал с сигаретой. Ну что, проповедник, не получилось. Я говорю. Так это не у меня. У тебя не получилось. У меня давно уже получилось все. Знаешь, я для чего это все говорю? Для чего я это проповедую? Чтобы внутри тебя жило это слово. Чтобы внутри тебя жило. Хочешь выйти из проблем, ты должен проповедовать Евангелие. Я забыл прочитать вам это место, 2 Петра. Но я все равно прочитаю его. Потому что это очень важно. И мы будем молиться сейчас. Смотрите, тут написано. Пятый стих, 2, 5. 2, 2, 5. Если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, если города Содомский и Гоморский осудил на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного, обращением между людьми неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Смотрите, что написано про Ноя и что написано про лота. Написано, Ной был проповедник правды. И Бог ему не говорил проповедовать. Читали это в Библии? Он ему сказал просто построить лодку, но он еще стал проповедником. Плюс ко всему, он еще был проповедник правды, проповедник правды, проповедник правды. Лод, который был призван распространить свою праведность, потому что Иисус сказал в Новом Завете, если бы города Содомские увидели славу Божью, они бы покаялись. И лод был призван принести эту славу, изменить этот город своей праведностью. Но написано, он мучился. Знаете, какой парадокс есть? Когда праведники вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, они мучаются. А знаешь, почему лод мучился? Потому что он никому не проповедовал, он молчал. Даже когда пришли ангелы за ним, представьте, его ангелы взяли за руки и сказали, срочно выходить надо. Надо выходить. Это были видимые ангелы. Их видел и лод, видели дочери. Эти люди, которые пришли их изнасиловать. Там сотни тысяч людей, которые ослепли. Они их тоже видели. Они были такие красивые, что думают, надо все сделать. И представьте себе, что зятья тоже видели этих ангелов. И когда лод начал говорить, слушайте, выходим, вот ангелы Божьи, они от Бога пришли с небес. Они говорят, что сейчас будет сыпаться огонь с неба. И знаете, что написано? Зятья подумали, что он шутит. Если ты никому никогда не проповедуешь Евангелие, то твое Евангелие превратится в шутку. Тебя просто никто не воспринят всерьез. Если бы лод постоянно проповедовал Евангелие, он бы, во-первых, не мучился в своей душе. А во-вторых, когда бы он проповедовал, этим бы словам придавали значение. Аминь! Аминь! Те люди, которые выходят за кафедру проповедовать, если у тебя нет опыта проповедовать Евангелие, то твои слова за кафедрой будут звучать не очень убедительно. Потому что убедительную речь дает сам Господь. Его помазание приходит. Лод, представьте, это были два человека, очень похожи, потому что они оба попали в бедствие. В зону бедствия и оба были спасены. Но знаете, какое различие? Ной проповедовал, Лод не проповедовал. Когда Ной вышел из Ковчега, его семья спасена, раз. Он стал царем, председателем правления планеты Земля. Он стал. Он вышел из корабля и говорит, я председатель правления планеты Земля. Кто на меня? А? Никого нет. Он говорит, видели, сынки? Берите все, что хотите. Все ваше. Что тебе? Африку? Забирай Африку всю. Хам, иди в Африку, живи вон туда. Тебе вот Сим, тоже Аравийский полуостров весь. А тебе и Афет, все. Латвию, Литву, Россию, все забирай. Латвия, в Юрмале квадратный метр две тысячи латв. А Африку пришел, такой. Вся моя земля вообще. Все латы мне несите, кто хочет купить. Он стал обладателем всего. Семья спасена. Вся земля его, все богатство, все, что есть на земле, его. Потому что он был проповедник правды. Лот вышел из Содома и Гоморы. Жену потерял. В соль превратилась. Он когда шел туда, знаете, почему он с Аврамом расстался? Потому что у него были такие огромные стада, что они были непоместительны на этих всех полях. Но когда он выходил из Содома и Гоморы, да, он был спасен. Только ты прочитал, была хоть одна овечка с ним. Он стал нищий. Я не хочу пророчествовать. Я хочу просто сказать, если ты проповедуешь Евангелие, ты будешь богатым человеком. Какой бы ты успешный бизнес не имел, потому что мы теперь отличаемся от этого мира. Мы теперь дети Божьи. Понимаете, Бог сильно ревнует за свой бизнес. Он сильно ревнует за свою фирму. Чтобы она в этом поколении не сломалась, а продолжала работать. Поэтому иногда мы и попадаем в проблемы к китам в желудок. И он с удовольствием нас выведет оттуда. Сегодня хлебопреломление. Решение. 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 Лот потерял свою жену. Лот потерял все свои финансы. Даже две его дочери, которых он вроде бы спасал из огня. Но они стали извращенками. Они его напоили и изнасиловали, его родные дочери. Чтобы и родились два народа, Едом и Моав, которые были заклятыми народами, которые произошли от Авраама. Благословенный Израиль все время воевал с Едомом и Моавом. Знаете почему? Потому что они родились от прелюбодеяния. Они родились от извращения. Эти народы не имеют будущего. Их сегодня нет. Потому что Лот однажды принял решение. Уйти от Авраама. Поселиться в Содомской земле. И даже если бы он там начал пропадать Евангелие, все бы выглядело по-другому. Потому что Бог, прежде чем пошел уничтожать этот город, он пришел к Аврааму и говорит, слушай, Авраам, я вот пришел посоветоваться. Я им спалить этот город. И Авраам начал спрашивать, а если там 50 человек? Он думал, ну Лот там раскрутился. По-любому церковь открыл. Ну хотя бы 50 человек там есть. И ангел сказал, если 50, не уничтожим. А если 40, и 40 не уничтожим. А если 30, и 30 не уничтожим. А если 20? Если ячейка. Говорит, даже если ячейка не уничтожим. Вот сегодня, знаешь, Бог, прежде чем какие-то вещи допустить в нашу жизнь, Он очень долго ждет. Долго ждет. Что думаете, Он не знал, что Иона сбежал от Него? Да когда Иона билет покупал в Фарсис, Он уже знал, ух ты, ну может одумается. Не одумался. Сегодня, сегодня, принесите, где у нас хлеб? Куда вы говорите? Вечерю кто-то заклажет, чтобы пройдите. Сегодня у нас такой день. Может совпадение. А может быть закономерность. Я не знаю. Но я знаю одно. Когда Бог стучится к нам в сердце. Когда Бог стучится к нам. И Он сегодня в чьи-то сердца стучится. Он стучится, стучится. Прежде чем мы возьмем этот хлеб и вино, это символ нашего завета с Богом вечно. Потому что, когда ты берешь хлеб и кушаешь его, то хлеб уже не можно от тебя отделить. Это символ, что Иисус от нас неотделимый. Написано, ни скорбь, ни теснота не разделит нас от любви Божьей. Когда мы выбиваем это вино, это прообраз крови, то это вино растворяется в нас, оно уже неотделима. Вот так праведность Божья от нас неотделима. Вот так Иисус Христос от нас неотделим. Мы навеки Его. И знаешь что? Когда Он к нам стучится, вот прежде чем делать это хлебопреломление, реши, куда ты с Ним пойдешь. Потому что Иуда именно в этот момент принял вечерю и пошел удавился через несколько дней. Именно это решение повлияло на всю его жизнь. Прими решение проповедовать Евангелие. Не из-за страха, из-за веры. Не из-за страха, из-за веры. Из-за веры. Из-за веры. Сегодня же ты можешь обзвонить всех своих знакомых. У тебя куча было друзей. У тебя куча родственников в этом городе. У тебя есть соседи в твоем подъезде, которым всем можешь проповедовать Евангелие и пригласить эти два дня. Это как рекламная акция, как магазин, который телевизоры все время продавал и вдруг решил акцию сделать, в два раза дешевле продает. Вот так же само бонусы на палатке, когда мы устраиваем такие, тратим огромные средства для того, чтобы устроить этот праздник, эти служения, когда будет молитва за исцеление. Я вам хочу сказать, если вы там будете, вы будете свидетелями чудес. Вы увидите чудеса. Вы увидите. Я везде их вижу. Я вижу, как слепые глаза открываются. Я вижу, как глухие уши открываются. Инвалиды стоят с инвалидных колясок. В наших собраниях, в палатке, в палаточных собраниях. Грыжи исчезают. Куда они исчезают? Не знаю. Как они исчезают? Не знаю. Вот сейчас в последнее время, очень часто такое исцеление, варикозное расширение вен, когда шишки такие огромные, как виноград прямо на ногах. И прямо в одно мгновение исчезают все эти шишки. Бог дает новые вены. И женщины выходят, особенно женщины, выходят и показывают, нету никаких шишек, все исчезло. Бог это может делать. Бог может брать грешников и превращать их в праведников за одну секунду. Бог может заставить всех врагов проповедовать. Он все может. Только когда мы принимаем правильное решение, ибо в этом вся наша жизнь. Вся наша жизнь состоит из решений. Правильные они или неправильные. Если ты имеешь неправильное решение, я знаю, ты когда придешь к финалу, то ты поймешь, что надо было принять другое решение, и примешь все равно правильное. Но когда люди никакого решения не принимают, они просто отлаживают свою жизнь. Да ладно, потом об этом подумай. Да ладно, потом об этом подумай. Когда ты не принимаешь решений, ты не идешь никуда. Если ты принял даже неправильное решение, и пошел в неправильном направлении, как и он, и попал в очерева кита, то однажды прямо в очереве кита он все-таки сказал, а я пойду проповедовать. И кит его привез прямо в Ниневию. Прямо в его призвание. Прямо к Его служению Прямо туда, где Он прославился на весь мир И сегодня все люди планеты знают, кто такой Иона Все знают эту историю, все мультики про него сняты Аминь Давайте мы поднимемся Иисус, мы благодарим Тебя Спасибо Тебе за Твою жертву Спасибо Тебе за Твое тело, которое рассерзали Которое предали смерти Которое измучили, изранили Спасибо Тебе за Твою кровь, которая пролилась на Голгофе В оставлении наших грехов, в искуплении наших грехов Я прошу, благослови эту вечерю Благослови наше решение, которое мы сейчас будем принимать Принимая Твое тело, принимая Твою кровь Благослови во имя Иисуса Благослови во имя Иисуса Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время Когда мы можем стоять в Твоем присутствии И принимать решение От которого будет зависеть наша дальнейшая жизнь И подкреплять Его этим заветом Принимая хлеб и вино Мы благословляем Тебя, Спаситель мира Если здесь есть люди, которые еще не спасены Или вы отступили от Бога Прежде чем вы примете этот хлеб и вино Я хочу, чтобы вы приняли свое решение жить с Богом Я приглашаю вас вперед Примириться с Ним Я помолюсь с вами молитвой покаяния И вы самые первые примете хлеб и вино Есть такие люди Кто еще не спасен Кто грешник на этом месте Кто еще не уверовал в Иисуса Есть такие люди Может возле вас стоит Помашите мне тогда Я знаю, что им трудно поднять руку Никого нету Все спасены Братья и сестры, все спасены Кто спасен, поднимите руку А кто не спасен, поднимите руку А кто воздержался, поднимите руку А кто воздержался от воздержания, поднимите руку Все ясно А, уже все поломано, да? Слава Богу А то я думаю, как я с микрофоном буду хлеб ломать Не могу придумать Сейчас мы примем хлеб и вино Это очень важная часть нашего служения сегодняшнего Но перед этим, как мы это сделаем Мы соберем пожертвования Знаете, что написано в Библии? Марка 10 глава 30 стих Иисус сказал Кто оставит И там дальше перечисляется Дома, братья и сестры, все Земли Ради меня и Евангелия И написано, что будет иметь во сто крат больше Во сто И традиционная проповедь о пожертвовании Это 30, 60 и 100 крат Слышали? Все слышали? Так вот я вам сегодня хочу сказать Почему такая несправедливость? 30, 60 и 100 крат Почему 30, 60? Куда эти 30, 60? Кому эти 30, 60? Я вам сейчас объясню Иисус сказал Кто посеет в меня Ну, не в меня, а в Иисуса В Иисуса И Евангелие Тот пожнет во сто крат Значит, все остальные Пожнут в 30 и 60 30, 60 тоже неплохо Такие проценты тебе вообще ни один банк в мире не обещает Что такое 30, 60? Когда в Библии написано Что если семя не умрет, не принесет плода То некоторые наши семена умирают частично Вот мы в церковь, допустим, жертвуем Церковь купила здание Церковь купила стулья Церковь купила колонки Церковь купила камеры Церковь сделала вентиляцию Церковь для тебя что-то делает И ты частично этими ежедневниками и пользуешься Ну, правильно или нет? Вот поэтому есть 30, 60 Чем ты больше этим пользуешься Тем меньше твое воздаяние Ну, когда ты сеешь в Евангелии Вот сейчас у нас два дня будет такой мощной Благотворительной евангелизации Когда мы будем просто дарить эти все подарки Эти все вот эти принадлежности школьные детям Для того, чтобы их родители были открыты Для того, чтобы услышать Евангелие Это посев в евангелизацию Мы в Иисуса уже не можем посеять Он на небе Попробуй застрелить туда свои деньги, давай Хоть один латик застрели Не допулишь никогда Поэтому первое отпадает В Иисуса мы посеять не можем Потому что когда Иисус сходил по земле Он это говорил Потому что была возможность Ему в карман деньги засунуть Прийти к Нему и сказать Вот Иисус, прими от меня жертву Прими от меня дар Но это время закончилось Он вознесся в небо И Ему там деньги не нужны Аминь Но Евангелие осталось Евангелие осталось Евангелие осталось Слышишь меня? Поэтому я буду молиться Чтобы твоя жертва была умножена во сто крат И она будет умножена Она будет умножена Во сто крат И вот Мне пастор Алексей говорит Что на сегодняшний день Бюджет составляет Минус пять тысяч лат Это значит церковь Ну так и не расслышала Что будет евангелизация И что люди будут спасаться Ведь это самое дорогое для Бога Кто-то думает Самое дорогое для Бога здание Да и здание для Него ничего не стоит Для Него души человеческие Это самое дорогое Он потому что Он отдал свою кровь Он пролил свою кровь За каждого человека За каждого наркомана За каждого бомжа За каждого интеллигента За каждого директора За каждого президента И когда мы тратим деньги Для того чтобы приобрести этих людей А именно сейчас все эти деньги, которые мы сегодня соберем на этом собрании, они пойдут в центр города Риги, где два дня будет эта благотворительная акция, на которой мы будем приобретать души для Христа, души для Христа, души для Христа. Поэтому я сегодня и буду молиться, чтобы воздание было во сто крат. Я поэтому высвободил для вас это откровение. Кто посеет в Иисуса или Его Евангелие, пожнет во сто крат. Единственная почва, которая осталась сто кратная, это Его Евангелие. Ничего другого, никакая другая церковная программа, никакая другая конференция, никакие другие планы. Только евангелизация осталась единственной почвой, потому что Иисус улетел в небеса. И единственное это Евангелие, проповедь Евангелия. И вот мы сейчас соберем эту жертву, и мы имеем стопроцентное право молиться о сто кратном воздаянии. Аминь! Потому что Иисус не может отказаться от своих слов. Это всего лишь надо, чтобы пять тысяч человек палатку принесли. И все. Или пятьсот человек по десять лад. Или пятьдесят человек по сто лад. Или тысячу человек. Один человек пять тысяч. Ну. Один может избавить всех. Один приносит пять тысяч, и все, все остальные отдыхают. А жатва полмиллиона. Тоже нормально. Есть такие люди? Ну, может быть, пять человек тысячу лад. Тоже нету? Я, наверное, просто неубедительно проповедую. Но Слово Божье работает. Даже если я его неубедительно проповедую. Во сто крат воздаяние. Во сто крат воздаяние. И вы отсюда никто не уйдете, пока пять тысяч не соберем. Все, закрывайте двери. Поэтому крутитесь. Я вам говорю, эта фирма никогда не закроется. Она не может закрыться. Потому что эта фирма вечная. Аминь. Хорошо. Вы все-таки подумали, что я шучу. Я серьезно говорю. Вот пять человек по тысяче лад. Именно в Евангелие. Именно в Евангелие. Именно в Евангелие. Именно в Евангелие. Когда спасется пятьсот человек. Может быть, больше спасется. И ты увидишь. Это твои финансы сработали, во-первых. Во-вторых, все остальное. Потому что без денег никуда Евангелие не поедет. Может, пятьсот лад. Десять человек по пятьсот лад. По тысяче долларов. Тоже нету. Слава Богу. Один уже есть. Она тысячу лад сказала пожертвовать. И пастор Алексей, видите, тысячу. А он вместе с Ольгой. Я понял. Еще всего лишь четыре человека, и все. Я советую всем купить книгу «Фанаты», часть вторая. Купите. Когда там описано тысячи убитых людей за веру. И всего семьдесят миллионов, которые были замучены за Евангелие Иисуса Христа. Там даже не шел речь о каких-то деньгах. Там речь шел, буду я завтра дышать или не буду. Там речь шел, буду я носить завтра голову, или она будет катиться уже по мостовой куда-нибудь. В Канаву. И там людей вели, и перед ними всегда стоял выбор. Или вы сейчас отречетесь, или мы вас отпустим. Мы вас отпустим, если отречетесь. Если не отречетесь, прямо сейчас отрубим голову, сожгем на костре, прибьем вас к кресту, бросим вас к львам. Когда я читаю такие книги, я думаю, боже мой, наше христианство ничего нам не стоит. Оно ничего нам не стоит абсолютно. Вообще ничего не стоит. Знаешь, что такое твои деньги в твоих руках? Ты поменял свою жизнь на эти деньги. Кто-то поменял 10 минут. Кто-то поменял год. Кто-то жертву приносит, которую за год заработал. Кто-то за месяц заработал. Но когда мы ложим на жертвенник свои деньги, это представители нашей жизни. Это мы жизнь поменяли на эти деньги. И когда мы ее ложим, мы свою жизнь ложим. И когда ты произносишь молитву, Господь, я готов тебе отдать свою жизнь, подумай очень хорошо, готов ли ты. Потому что когда идет речь о проповеди Евангелия, это самое важное для Иисуса. Для нас это, может, не важно. Для него это важно, очень важно. Для нас, может быть, кто-то скажет, да, что это Евангелие? Да, что это палатка? Да что это Дима приехал, хочет деньги какие-то собирать. Мне деньги не нужны. У меня, слава Богу, есть деньги. Деньги нужны для проповеди Евангелия. Еще есть смелые люди. 500 лат. 250 лат. Что, никого нет? Давайте поднимем руки. Дух Святой, мы благодарим Тебя на то, что Слово Твое все равно работает. Твое Слово все равно работает. И оно действует на всяком месте, где люди открыты для Него, где люди верят в Него. Оно производит свою работу. И я верю в великое воздаяние, великое процветание Твоего народа. И выход из всякой проблемы. Сегодня просто перед Тобой проблема, в которой ты находишься. Это кит, который тебя проглотил. И перед вот этим вот хлебом с вином. Это жертва Иисуса. Это символ жертвы. Мы все стоим перед этой жертвой. И когда у Иисуса вопрос, умирать за нас или не умирать. Его хотел отмазать сам Пилат, сам царь этого региона. Он говорит, слушай, я тебя могу отпустить вообще. Ты знаешь, что я могу все сделать. Но Иисус говорит, нет, ты ничего не можешь сделать. Я иду и умру, я заплачу за каждого человека. Это за нас заплатил Он. И написано, что мы искуплены не кровью, не серебром, не золотом, а драгоценной кровью Христа. Аминь. И когда эта речь идет, когда такая речь идет, я знаю, о чем я говорю. Я не боялся жертвовать. Я живу в Украине. Это бедная страна сегодня. Это не очень богатая страна. И я не очень богатый человек. И когда жена узнает о моих некоторых жертвах, которые я сделал. Я недавно взял, пять тысяч долларов пожертвовал. Моя жена плакать начала. Потому что у нас дома ремонт не доделанный. Она говорит, ты мог, у нас ребенок скоро родится, надо ремонт было доделать. Но я знаю, если кто-то плачет из-за жертвы, значит, когда мы будем пожинать, будем радоваться. Значит, тогда потом придет такая радость, что будет смеяться она, мой новорожденный сынок. И потом еще мои внуки будут ржать лет сто. А ты тут размениваешься на какие-то тысячи лад. И думаешь, давать тебе или не давать. Я знаю, сейчас несколько человек так борются. Давать, не давать. Ой, это же новые кредиты платить надо. Пожалуйста, плати. Я тебе предлагаю сегодня выгодную сделку. Во сто крат. Вот, если бы Джон Авандини приехал и начал говорить, вы бы бежали сюда и обувь бы снимали. Потому что на нем помазание, конечно, вы бы сразу поверили. Во сто крат, сто процентов. Я не Джон Авандини. Я Дмитрий Макаренко. Но я тоже молюсь во сто крат, и оно происходит. Потому что у нас Бог один и тот же. Что у Джона Авандини, что у Орла Робертса, что у кого-то еще там, у Йонг Гичо. Такой же и у нас. Сам принцип работает. Сам принцип, сам принцип, сам принцип, сам принцип. Йонг Гичо живет в трехкомнатной квартире. Пастор в 800-тысячной церкви живет в комнатной квартире. Не имеет собственного автомобиля, не имеет собственного дома. И сегодня его церковь, когда делает благотворительность, они в Хиньяне строят больничный комплекс, который стоит несколько миллиардов долларов. А он живет в трехкомнатной квартире. И когда я смотрю на этого человека, ему 72 года. Да понятно, зачем этому деду уже что-то там, квартиры, машины, уже отжил свое. Можно так сказать. Но этот человек даже никогда не стремился к этому. Он стремился к одному. Приобрести души, приобрести души, приобрести души. Поэтому в его церкви 800 тысяч человек. Аминь. Я вам говорю именно сейчас об этом. Я вам говорю сейчас об этом. Я знаю, что очень важно деньги иметь в своей жизни. Я знаю, что многие в долгах. Я знаю, что многие в кредитах. Но знаете, что Библия говорит? Что время кризиса – это самое лучшее время, чтобы сеять. Исаак сеял во время голода и пожал во сто крат. Да, двойное откровение. Время кризиса. Я знаю, все в кризисе. И я в кризисе тоже финансовом. Хочешь, чтобы я пожертвовал? Я могу пожертвовать. Проверяю свое сердце. Хорошо. Ну, приготовь тогда хоть жертву большую. Достань 100 лат, 150 хотя бы. Какая самая большая бумажка латовская? Ага, 500, вот. Я же говорю, что 500 на 10 человек и все. И все пошли домой радоваться. Ну, хотя бы 200. Бумажка тоже есть 200 лат. А, 200 нету? Есть 200 евро, вот. Хорошо. Хорошо. А у нас кризису, по рядам, да? По рядам. Мы потом за всех помолимся. Чтобы этот огонь, Евангелие, загорелся в каждом сердце. Чтобы мы отсюда ушли совершенно другими людьми. Просто после этой вечери все произойдет. Отец, я прошу благословить этих жертвенных людей. Я молюсь сейчас за их благополучие, благосостояние. И чтобы всякая проблема, которая запутала их. Всякое несчастье, которое пришло в их жизни. Оно было отменено и разрушено во имя Иисуса. И пусть придет твой прорыв во имя Иисуса. Благослови, Отец, во имя Иисуса Христа. На одном из моих служений я проповедовал в России. Представьте, парень принес жертву. И сразу же на служении ему подарили автомобиль. Даже он никуда не выходил. Ровно через 5 минут, когда он кинул семя. И я говорил, кто посеет сегодня со слезами, пожнет с радостью. Он уже через 5 минут выбежал с техпаспортом на сцену. И орал, как сумасшедший. Представляете? Ему подарили машину прямо в церкви. Я не знаю, что с тобой произойдет. Я знаю, если ты сегодня со слезами посеешь, пожнешь с великой радостью. Аминь. Все, давайте мы сейчас... Или крепопреломление. Соберем. Запустить надо, да, ведра? Или прийти надо? Как лучше? А, ведра уже ходят. Подумай, сколько в своей жизни ты жертвуешь Иисусу сейчас. И мы потом примем хлебопреломление, потому что это очень важный момент в нашем служении. Завет с Богом. Аллилуйя, Дух Святой, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за Твое присутствие в этом собрании. Я благодарю Тебя за Твою славу. Я разрушаю все немощи и болезни, которые связывают каждого человека. Во имя Иисуса Христа я приказываю всем неисцелимым заболеваниям. Прямо сейчас убирайтесь! Все хронические заболевания убирайтесь! Все временные заболевания убирайтесь! Во имя Иисуса полиартрит, артрит, остеохондроз, цирроз, гепатит, ВИЧ. Все проблемы с позвоночником, опухоли, киста, фибромы, миомы, слепота, катаракта, глаукома, глухота. Убирайтесь вон во имя Иисуса! Астма, убирайся вон во имя Иисуса! Сахарный диабет, убирайся вон во имя Иисуса! Я благодарю Тебя, Господь, за Твое исцеляющее помазание на этом месте. Ты приходишь на наше решение, Ты приходишь на наше решение, Ты приходишь на наше решение, Ты приходишь на наше решение. Я прошу, благослови наше решение, благослови. Благослови наши семена во имя Иисуса Христа. Пусть и семена принесут стократный урожай во имя Иисуса. Пусть и семена принесут стократный урожай во имя Иисуса. Сейчас принесите все жертвенники, мы все помолимся сейчас за все семена, чтобы стократное воздаяние, кто-то уже завтра пожнет и уже завтра на палатке засвидетельствуешь о том, что с тобой произошло финансовое чудо. Это сверхъестественно, 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 сверхъестественно. Аминь. Завтра мы будем реально присутствовать, реально как бы проявление Божье в чудесах. Все будут свидетелями. Я сегодня ни за кого не буду молиться за исцеление, а только общей молитвой. А завтра будем уже молиться, будем исцелять, будем изгонять бесов. И я верю в великую славу Божию, которая потрясет Ригу, как и все остальные города, где мы были. Давайте все поднимемся. Бог, благослови это семя. Благослови. Иисус, Ты сказал в Своем Слове, что все, кто даст в Тебя или в Евангелие, то пожнет Вас сто крат. Я молюсь о каждом семени, чтобы оно принесло сто кратный урожай. Чтобы оно принесло сто кратный урожай. Чтобы оно принесло сто кратный урожай. Во имя Иисуса Христа благослови свой народ. Пусть твой народ узнает о Твоей великой сети. Пусть твой народ убедится, что Ты Бог, который творит чудеса великие. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Прими внутри себя решение. Скажи, я буду проповедовать Евангелие. Я буду проповедовать Евангелие. Внутри себя. Не надо же вслух. Просто реши это. Реши это. Всякий раз у Тебя много взаимоотношений, много знакомых и друзей. Много людей, которых Ты знаешь. Соседи, Твои родственники, друзья. Это время просто прорыва. Время прорыва в евангелизации. Время прорыва в евангелизации. Мы увидим толпы людей, которые бегут к Богу, спасаются, исцеляются. И все это благодаря нашему решению сегодня. Все проблемы, я им просто пророчествую сегодня. Они закончились в Твоей жизни. 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 Все проблемы закончились в Твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Отец. Благословляю Твое имя. Превозношу Тебя. Кровь Христа омыла меня Кровь Христа освободила меня Кровь Христа омыла меня Кровь Христа омыла меня Кровь Христа освободила меня Кровь Христа омыла меня От всякого греха Мы благодарим тебя, Иисус! Кровь Христа омыла меня Кровь Христа освободила меня Кровь Христа омыла меня Кровь Христа омыла меня Кровь Христа освободила меня Кровь Христа омыла меня Кровь Христа освободила меня Кровь Христа омыла меня Кровь Христа Кровь Христа омыла меня Давайте все поднимемся Давайте благословим Бога Мы будем познавляться им Иисус, мы благословляем тебя за твой кровь Мы превосходим тебя в этот вечер Ты наш Спаситель, ты наш Бог Мы благословляем Мы еще раз посвящаем своей жизни тебе на служение В следующие 5 минут мы будем петь поклонение И мы пригласим сначала евангелистов прийти Послушайте меня внимательно Нам не просто нужно орать буклетики Если нужно просто раздать буклетики То это нужно 3 человека, которые пойдут, раздадут эти 100 тысяч И где-то человек 50 придет покаяться И скажем, халилуя, и все Нам не нужно просто раздать Если просто раздать, это то же самое, что с вертолета Их кинуть прямо в центр Риги, и все Нам нужно, чтобы в этом участвовало как много больше людей Не для того, чтобы раздать Забудьте слово раздать Для того, чтобы проповедовать Знаешь, что такое буклетик? Это просто причина подойти свободно к человеку И завязать с ним разговор, и все Потому что если ты без буклета подойдешь Ты даже не знаешь, что сказать А с буклетом я хочу вас пригласить А куда? И ты погнал проповедовать, рассказывать И даже человек начал бесноваться, выгонять тебя Говорит, нет, это меня не на сектор Слава Богу Аминь Ты-то свою работу сделал Бог тебя уже вывел из проблемы Аминь Я пророчествую, все проблемы разрушились сегодня Из-за решения, из-за решения И он только принял решение И сразу проблема разрушилась Павел с силой приняли решение поклоняться Богу Петь Евангелие Они пели Евангелие, и тюрьма была разрушена Аминь Аллилуйя Спасибо, Дмитрий Это было послание с неба Подари аплодисменты Итак Мы с вами уже на протяжении нескольких недель Говорим о том, что очень важно в эти дни Найти время, чтобы участвовать в этом великом служении Проповедовать людям Евангелие, ходя по городу И приглашать на те мероприятия, которые сам Бог устраивает И у нас центр города разбит на четыре таких сектора Присядьте, пожалуйста И за каждый сектор, за каждый участок есть ответственные координаторы Я попросил бы Андрей, Олег, Василий и Скайдрита Выйдите вперед, пожалуйста И эти люди, они отвечают за каждый район За каждый сектор И когда в палатку вы придете завтра, послезавтра Все будет организовано И люди будут направлены по определенным районам И на определенные участки будут направлены Через этих благословенных координаторов Поэтому вся основная организационная работа По распределению конкретно в каком месте Возле какого здания все это будет происходить Будет в палатке происходить А сейчас, сейчас, пожалуйста, выйдите вперед Все те, кто уже записались Кто дали свое желание в эти дни посвятить Богу Чтобы служить, чтобы нести Слово Божие Чтобы не стыдиться людей перед Иисусом Христом И будет совершена священническая молитва Молитва благословения Вместе, становитесь вместе Подходите к сцене и лицом ко мне Лицом к сцене, пожалуйста Вы выходите, чтобы принять эту силу от Бога Это благословение Вы все изъявили желание И Бог не останется в долгу Придет великая награда Придет великое благословение Вашу жизнь Потому что это то решение, которое вы сейчас приняли Оно очень важно в Божьих глазах Выходя вперед Верьте, что вы получите это посланничество сейчас Сила Божия сойдет на каждого, кто принял решение Чтобы говорить убедительно Чтобы через нас Божья сила проистекала Божья власть, Божий авторитет И чтобы мы стали действительно людьми влияния И так я повторяю, что в палатке Организационные вопросы будут решены конкретно Сейчас мы примем это помазание от Господа Примем помазание от Святого Чтобы идти и проповедовать Во имя Иисуса Христа Халилюя Пусть поднимите руки И принимайте силу от Господа Дух Святой, мы просим тебя Пусть твое благословение придет Я прямо сейчас молюсь, чтобы твой огонь загорелся в каждом сердце Я молюсь, чтобы твоя ревность пришла В каждое сердце Бог, пробуди нас Бог, зажги нас Бог, зажги наши сердца Чтоб мы бежали для тебя, для твоего царства Я прошу тебя наполни Пусть чудеса и знамения сопровождают этих людей Пусть твоя слава придет На каждого, на каждого, на каждого, на каждого На каждого Начни кричать Богу Начни кричать Богу Бог Эти люди открыли себя Чтоб промоедать твое слово Пусть твой огонь, 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 огонь Огонь, огонь, огонь Пусть твой огонь горит Твой огонь пусть горит Твой огонь пусть горит Во имя Иисуса Крести их огнем Крести их силой Крести их своим помазанием Риба, гадала, браво, чека-на-босва-туда-босва-туда-босва-га-галаба Урака, гадала, браво, чека-на-босва-туда-босва-на-босва-на Возопи к Богу, привлеки Его своей верой, привлеки Его. Бог, пробуди нас, пробуди нас, зажги нас. Все эти дни свидетельствовать о тебе, Иисус. Ты пришел крестить нас огнем. Крести свой народ! Крести свой народ, и только судьи, а вовремя. Дай нам со всей смелостью проповедовать твое слово. Зажги нас, Господь! Пусть твой конь зажгется в каждой нашей косточке, Чтоб мы не могли больше молчать. Крести свой народ! Духом святым медом, и лишь слой. Зажги Нас! Сашки нас! Сашки нас! Чистический народ Голос степен и зажки Огонь! 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 Огонь к себе Огонь к себе Вузакон Огонь! Огонь! Огонь к себе Пусть сойдет Огонь к себе Чески! Чески свой народ, духом сведи мне огонь. Чески свой народ, духом сведи мне огонь. Чески наш! Зажги нас! 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 Огонь! 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 в себе! Зажги! Сожги, 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 сожги наш Господь. Сожги, 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 сожги нас Господь. Сожги, 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 сожги нас Господь. Сожги, 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 сожги нас Господь. Сожги, 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 сожги нас Господь. Сожги, 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 сожги. Скажки огнём, зажги огнём, зажги нас Господь Под полицком мы сели, зажги огнём, зажги нас Господь Захнила суету в пламени ищи, зажги огнём, зажги огнём Захнила суету в пламени ищи, зажги огнём, зажги нас Господь Мы не хотим больше тлеть Иисус, мы не хотим больше делать вид, что мы горим Мы хотим гореть, мы хотим гореть, мы хотим светить Знаете, почему кит больше не смог содержать внутри себя иону? Почему кит больше не смог держать внутри себя иону? Почему все эти три дня он его там держал и нормально себя чувствовал И вдруг на третий день ему стало плохо И он прибыл именно к Неневе и выплюнул его Потому что проблемы могут удерживать нас до тех пор, пока мы не загорелись Божьим огнём Но когда мы горим Божьим огнём, уже ни одна проблема не может нас удержать Аминь! Уже ни одни долги не могут нас удержать Уже никакой рак не может нас удержать Ни какой развод не может нас удержать Огонь пришёл на решение Он так решил, он так решил, он так решил И пришёл Божий огонь Если Бог не сможет использовать нас для спасения нашего поколения, которое живёт вместе с нами в 21 веке, Бог найдёт других людей Божий план не сорвался бы, если бы Мария сказала, короче, что ты мне грузишь? Иди гуляй дальше, ищи друг другую дурочку Вы что думаете, что план Божий бы сорвался? Бог бы нашёл другую Марию Он бы нашёл Тамару, он бы нашёл Татьяну Он бы нашёл кого угодно Но его сын бы всё равно родился Если мы не справимся, Бог найдёт других Если наш город не примет Христа, Бог найдёт другой город Если наша страна не будет открыта для проповеди, Бог найдёт другую страну Если я откажусь Бог, когда он пришёл к Катрин Кульману, она говорит, я слабая женщина, зачем ты ко мне пришёл? Я не смогу проповедовать, я не смогу служить людям, я не мужчина Он говорит, перед тобой я семерым мужчинам говорил, принять этот дар, и они отказались Знаешь что? Божье дарование может пройти мимо Пока ты всю жизнь ждёшь Где моё предназначение? Где моё предназначение? Спасать мир твоё предназначение Это предназначение каждого человека Спасти погибающий мир Много духовных профессий Но одна, самое главное Это ловец человеков Можно придумать себе разные ранги Разные звания, разные предназначения Я пастор, я пророк А я епископ, а я учитель Но если мы потерялись Самое главное, наша сущность Которую дал Иисус каждому ученику Ловец человеков Ловец человеков Если мы откажемся принять огонь Кто-то другой его примет Кто-то другой скажет Господь, давай нам Какой-нибудь другая церковь Которая сегодня может быть тлеет Которая может быть религией погрязла Но они однажды скажут Нам нужен огонь И этот огонь Который предназначен Для нас Уйдет в другую церковь Я видел много людей Я 10 лет верующий Я видел многих людей Мимо которых прошло призвание Я слышал из их уст Такие слова И потом я видел Как их призвание Просто больше к ним Никогда не вернулось Знаешь Сегодня Ты можешь стартануть И очень сильно Сегодня Аллилуйя Я понял Пора заканчивать Я хочу дать небольшую рекламу Там будет продаваться Моя книга Жатва Файе Не жратва, а жатва А то некоторые А Дмитрий Макальников Все понятно Жатва Жатва Это все про евангелизацию Все Даже когда ты не знаешь Зачем и почему Ты это можешь прочитать здесь И понять Почему я должен проповедовать А какие выгоды из-за этого Ты можешь здесь все это прочитать Что будет с тобой И как эффективнее Здесь Есть Такие мысли Как эффективно приобретать людей Эффективно И ты можешь с этим познакомиться Она стоит всего два латика Всего лишь два латика Если хотите Я вам бесплатно подарю Если вы считаете Что мне не нужны деньги Я вам бесплатно подарю Я в тюрьмах везде бесплатно дарю людям В своей книге все Да Могу подарить легко Легко могу подарить Хотите все раздарить Дело не вопрос в этом Вопрос Если ты ее купишь Ты ее сто процентов прочитаешь А если я тебе подарю Можешь не прочитать Потому что когда ты заплатишь Думаешь Ну раз я уже развелся как лох Хоть прочитаю Премись сегодня огонь Прими сегодня огонь Примись сегодня огонь Примись сегодня огонь Прими сегодня огонь Аминь Аллилуя Аллилёуя Я вам говорю, огонь – это вещь невидимая, тем более Божий огонь. Его нельзя увидеть, нельзя его прочитать. Один раз всего лишь видели, это было две тысячи лет назад, когда головы у всех вспыхнули. И в Иерусалим на Пасху тоже огонь приходит, можете съездить, посмотреть. Но я знаю, сегодня пришел огонь. Евангелисты? Да, евангелисты все в зал. В номера, проходим. Что-то катишина, как будто мы похоронили кого-то. А, дьявола похоронили сегодня, религию похоронили. Религию похоронили навсегда. Теперь мы горим для Бога. Аллилуйя. Сейчас все попечители, которые есть, вы следующие. Мы помолимся, чтобы вы были верны своему предназначению все эти дни. Вам объяснят вашу задачу. И мы помолимся за попечителей. Только, евангелисты, домой еще не уходите. Конец собрания не объявлен. Не оскорбляйте Святого Духа и не пренебрегайте Богом. Потому что, когда мы скажем спасибо Богу, тогда пойдем все по домам. Сейчас очень важный вопрос. Попечители все. Кто попечитель? Одна? Ну, тоже. Хорошо. Первое утро. Вчера было 40 где-то. Мы помолимся, знаете, за что? Чтобы у вас все получилось. Чтобы ваши сетки были крепкими. Не как у Петра, который он закинул, она начала рваться. Чтобы ваши сетки были крепкие, крепкие. Сильные сети. Чтобы они никогда не порвались. Чтобы Бог, то задание, которое он вам дал, и высвободил сейчас помазание, чтобы вы могли осуществить это задание. Чтобы все люди, которые покаются, все до одного. Это будет просто чудо 21 века. Если все люди, которые покаются, все придут в церковь. Это чудеса будут натуральные. Аминь. Все остальные, давайте простыем руки. Можете сидеть. Отец Небесный, я прошу сейчас. Благослови, благослови. Отец, пусть твоя милость будет над ними. Пусть твоя слава высвобождается на них. Бог действует в их служении, особенно в их служении. Пусть материнское сердце будет у них. Материнские чувства пусть будут у них. Материнские слова пусть будут у них. Во имя Иисуса дай им новые сердца. Пусть эти сердца будут похожи сильно на материнское, которое берет своего ребенка и больше никогда не отпускает. Наполни их, Дух Святой. Наполни их, Дух Святой. Как мать берет своего новорожденного ребенка и прижимает свои груди. Пусть точно так же они прижимают своих детей. Пусть точно так же они прижимают Божьих детей. Пусть точно так же они заботятся о Божьих детях. Как матери заботятся о своих детях. Во имя Иисуса благослови. Благослови, благослови, благослови во имя Иисуса Христа Дух Святой, твое благословение, твое сердце, материнское сердце Иисус Которое ты дал своей церкви Пусть будет в каждом сердце женщины и мужчины во имя Иисуса Благослови, 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 благослови во имя Иисуса Дух Святой, соверши свою работу через это служение Пусть эти люди реально служат Пусть они реально поймают этих людей, которые останутся навсегда В твоем царстве дай им нужные слова Дай им нужные чувства Дай им помазания, пустите дары Дары побечительства Прямо сейчас включатся внутри них Дары, 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 дары Дары, 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 дары Дары, дары, дары Во имя Иисуса Христа Благослови их Аминь Аллилуйя Послушайте, я вам хочу сказать одно всего лишь слово Когда ребенок рождается Если вы хоть раз были в роддоме Или рожали детей, вы знаете Что когда ребенок рождается, это самый критический момент его жизни И первые дни вообще Первые месяцы Что делает мать? Она его носит на руках Если он не спит, и она не спит И она носит, лишь бы он спал Она кормит его своей грудью Она моет его, чистит его Каждый день перепеленает Она заботится о нем Наблюдает за ним Это самое критическое время Вот так же новообращенные Когда они покались, они нуждаются в этой любви Чтобы кто-то обнял, прижал Чтобы кто-то кормил Кто-то заботился И знаете Вы будете иметь великое благословение из-за этого Великое Потому что новорожденные души Это так вообще драгоценно перед Богом Потому что когда мы уже христиане И нас попробуют палкой нас бить И бить по башке И мы отсюда не уйдем никогда в жизни Что, кто-то уйдет? Ты равен, что ли? Попробуйте меня выгнать из церкви Давайте Все вместе Я не уйду отсюда Аминь И так каждый из нас уже У тебя корни уже тут глубоко проросли Даже только из-за своих жертв Ты отсюда никуда не уйдешь Потом жаба задавит Потому что написано Где деньги ваши, там и сердце ваше Потому что ты уже столько пожертвовал И сейчас Вот это что, я вообще, что ли Куда уйти? У меня тут деньги я столько вложил уже Поэтому сидим молча вообще Мы в подводной лодке Все уже, свалу нет Но эти люди, которые новенькие Они еще деньги не пожертвовали Уже ни к чему не прилепились Поэтому первое время Надо их вот так вот взять Обнять, держать, держать, держать Аминь И последняя молитва Кто у нас хочет служить машиной Автомобилем в субботу Поднимите руку вот так вот Держите эту руку Кто хочет в субботу Послужить своим автотранспортом Ведь когда ты у Бога просил машину Ты сто процентов сказал Бог, дай мне машину Чтобы я мог служить тебе Да, сейчас Кто? Поднимите руку Встаньте, такие люди Кто хочет своим транспортом В субботу Где-то два-три часа послужить Своим транспортом Выходите сюда все Выходите 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 сюда Вы будете иметь особое благословение Ваши машины изменятся Они станут новыми Во имя Иисуса Я вам честно говорю Вот ты ездишь на старой Жигуле сегодня Бог даст тебе БМВ Во имя Иисуса Новая Так со мной произошло Я Жигулями своими служил Вторыми Жигулями служил Третьими Жигулями А теперь на БМВ езжу Слава Богу Жигули закончились Слава Богу Я их все пожертвовал вообще Одну пожертвовал Не понял Опять вторая пришла Вторую уже пожертвовал Потом третью Как пожертвовал Все Больше не возвращаются Слава Богу Избавился Так сколько Два Четыре Шесть Восемь Десять Это мало Мало машин Это очень мало машин А у кого есть машина вообще Поднимите руку У кого есть машина Поднимите руку А у кого трамвай есть Поднимите руку Послушайте Это важная работа Смотрите В субботу у нас будет Самый Как его сказать Значительный день Из всей этой работы Потому что два дня Будет в палатке служения А третий день Будет в том месте Где открывается Новая церковь И это по сути Будет первое служение Этой церкви Которое будет В центре Риги В этом зале Как он называется Ну короче Самый крутой зал в Риге Как На Плавмане Там где-то Блавмане И вот Смотрите Что нужно сделать В субботу У нас будет база Данных людей Которые покаялись Мы разобьем их По районам Чтобы было удобно Их забрать И их нужно будет Заехать за каждым Домой И поэтому Это архиважно Архиважно Потому что Если мы сможем Человека На первое служение Привезти в субботу То скорее всего Что он останется В церкви Это сто процентов Я имею опыт Этого служения Вам скажу Что если за человеком Не зашли В первые дни И не забрали его Вот прям физически Домой позвонили И сказали Здрасьте Вы не бойтесь Вы сами не будете Ходить по квартирам С вами поедут попечители То есть вам просто нужно Водить машину Если кто-то хочет Еще и попечителем стать Это вообще Двойной Двойной благословение Получишь Сто процентов Две машины получишь Точно Вот Валера подсказывает Одну себе Одну жене Аллилуйя Есть еще кто Кто еще машиной Хочет послужить Это буквально Два-три часа Времени займет Но это будет Такая работа Которую Даже два часа Даже полтора часа Это займет Твоего времени И там Пару литров бензинчика Ты прокатаешь Это всего лишь Там Аллат 20 Если тут Ты пожнешь Такое благословение Представь Ты душу доставишь Господу На служение Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать Уже лучше Еще семь надо Хотя бы Семь машин с водителями Есть? Нет водителя? У вас? Есть машина, нет водителя Кто водитель? Вон водитель А ну выйдите, машина и водитель выйдите Мы вас сейчас соединим Ну ненадолго Только для бизнеса Божьего Так, вот у нашей сестры есть машина, да? Вы просто не можете водить, да? А свадьба? Поздравляем Представляете, вот это чудеса У нее свадьба, а она хочет служить Богу Вот вы подумайте Свадьба это один из важнейших вообще дней в жизни И она говорит, а я все равно хочу служить Богу Где водитель? Придите, кто сможет водить ее машину? А, чтобы не жених, да? Пастор подсказывает, правильно А у вас лимузин, да? А нет? А то в лимузине, представьте, можно было много посадить на обращенных Еще есть кто-то? У кого вообще автобус есть? Есть автобус? У кого автобус есть? Грузовой? А у попечителя есть машина? У кого? Поднимите руку Попечитель с машиной Подними руку Вот мы сейчас молились Попечитель Не, ну кто здесь стоит, не надо поднимать Попечитель с машиной, кто сидит? Нету? Вам надо всем машины подарить, что ли? А вот два есть, две сестры есть Супер! Еще два человека Машина есть, да? Вот Янис хочет пожертвовать свою машину Ну, на время Кто водитель? Есть еще? Ну, где поднимали руки водители? Вон брат есть Подойдешь к Янису Янис, встань С Янисом договоришься Он даст тебе машину А ты сделаешь эту работу Значит, мы встречаемся с вами Где мы вообще встречаемся? Кто знает? Палатки уже не будет в субботу На том же месте На том же месте, где была палатка У нас служение на 3 В 3 часа Значит, надо Надо Вообще Знаете что? Надо вечером в пятницу Вечером в пятницу Вы все получите адреса Уже готовые С именами, с фамилиями И адреса Примерно 2-3 адреса на каждую машину Это будет в одном районе 100% То есть вам не надо будет даже Вы когда запишетесь сейчас Вы укажите свой район, где вы живете Чтобы вам было удобно даже Не надо в другой район ехать В своем районе Двух человек взяли И повезли в церковь Это будет вот так вот Вот так вот Вот так вот будет Это то, как церковь должна работать Если мы эту схему запустим И будем постоянно ее осуществлять То церковь будет Катастрофически быстро расти Аминь Аминь Это правда После каждой евангелизации Будет куча-куча людей Аллилуйя Некоторые люди В церквях ловят людей И у нас в Украине Много таких пасторов Которые придумывают Разные фишки Для того, чтобы вытащить Кого-то из других церквей Но мы будем в мире Ловить людей Это люди Которые будут спасены нами И они будут верны Нашему служению И верны нашему Господу Аминь А те пастора Которые ловят в других церквях Это ненадолго Это временный успех Это так Как мыльный пузырь Лопнет и все Я уже знаю Я имею опыт Вижу, как эти пастора Сначала вау Все там Инкаунтеры открыли Сейчас у нас Начинают ходить по церквям Приходите к нам на инкаунтеры На инкаунтеры Это такое освобождение Берут людей Грузят их Да, эта церковь Это фонарь Все вот у нас Смотрите, инкаунтеры И люди раз Воруют, воруют, воруют Я говорю Понимаешь Дело в том Что им люди Вообще не нужны Таким церквям Люди вообще не нужны Знаете почему? Потому что Когда Инкаунтеры Перестанут работать Эти люди Останутся без Бога Вообще А когда ты Из мира Привел человека То он тебе нужен Сто процентов Потому что ты за ним Бегал Попечительствовал ему И привел Научил его Аминь Хорошо Слава Богу Видите Жажда Жажда Призывает жажду И получается Огромное помазание Чудеса и знамения Аминь Вообще Молитесь Сегодня Вечером особенно Я знаю Что Сегодня ночью Кто-то плохо спать будет У тебя внутри будет Да Это правда Я вот сегодня ночью Аж плохо спал У меня внутри Я чувствую Что-то Опять начинается Начинается Это сила Сила Начинает бурлить Бурлить Молитесь Сегодня ночью Молитесь завтра утром На 10 утра на молитву В 11 будет семинар По евангелизму Потом уберем приглашалки Идем Проповедовать Общаться с людьми Приглашать их На вечернее служение И вечером Начинаем бомбить И у нас еще Ред Рейн будет Да Или не будет Завтра Супер Ред Рейн Вообще такие У нас они В Украине на палатках Тоже играли Вот так вот Вот так вот Вообще Круто У нас еще по английски Вообще никто не понимает Так вообще классно было Мы учимся Сейчас всех записали Подождите братья Мы же помолимся за вас Чтоб машина не сломалась А то Ой у меня машина Колеса украли Там бензин слили Или еще что-нибудь Начнете рассказывать Сейчас помолимся Чтоб Бог хранил Техосмотр у всех Страховки Все Да На этот день Никакие менты Против вас не будут Работать Сто процентов Закроются глаза Все фотоаппараты Сломаются Где вы будете ехать Быстрее Да Да Вот так и будет Я вам говорю Если ты по делу Божьему едешь Все Ничего не будет смотреть Глазами не видеть Очами своими Видеть будешь Но Не увидишь А кто еще хочет А или будет трудиться Кто уже записан Группа порядка Потом Всякие разные Творческие Лаборатории Детская Молодежная Работа Все знают Да кто Тоже выходите Мы сейчас за вас Тоже помолимся Заодно Все кто участвует В служении Чтобы вы были Помазаны на своих местах Потому что Обычно в палатке Такой хаос Начинает твориться И не может Никого найти Кто вообще За что отвечает Никто уже За что не отвечает Но мы должны Призваны к порядку Поэтому помолимся Чтобы Бог Вас благословил Все ваши машины Все благословил Мы тоже Кстати возьмем За кем-то заедем У нас тоже Тут машинку Нам дали поездить Тоже пару человечков Мы возьмем Привезем на собрание Отец Небесный Все просрите руки Отец Небесный Благослови Всех людей Которые открылись Для этого служения Я прошу Пусть это особенное Время будет у них Пусть особенное Благословение Придет к ним Благослови их Благослови их Благослови их Благослови их Благослови их не и дома Благослови их не и семьи Пусть твоя защита будет сверхъестественной защитой на транспорте, на этих людях, на их здоровье. Благослови, чтобы все получилось в эти дни, в эти следующие 3-4 дня, чтобы все у нас получилось. Чтобы твое имя было прославлено, чтобы вся Рига говорила о твоем великом имени, Иисус. Мы благословляем и превозносим тебя, и благодарим тебя. Аллилуйя! Аминь! А теперь скажите, у нас все получится. Все скажите, у нас все получится. Аминь! Хай Бог благословит всех. Сейчас еще. А, погода будет, не переживайте. У нас есть молитвенник один. Мы даже в том году деньги зарабатывали. Представьте, бизнесмен приезжает к председателю колхоза. Председатель плачет. Дождей нет, урожай погибает. Он говорит, сколько заплатишь, если пойдет завтра дождь? Тот тысячу гривен без проблем дает. Тот говорит, все, по рукам, по рукам. Молитвенечку звоним, у нас есть один. Он, кстати, приезжает завтра. Слушайте меня внимательно. В прошлом году мы с палаткой объехали 22 города. Это было 140 служений. Всего два дождя было. Это просто он там проспал или в грех впал, не знаю. А так ни одного дождя. Представьте, мы едем. Я сейчас в Тольятти еду. Все дни дождь. Все дни дождь. По интернету. Знаете, у меня интернет есть в мобилке. Все дни показывают дождь. Ни одного дождя. Ласточки летают низко над землей. Не поймут, что такое вообще. Что дождя нету? А дождя нету и нету. Поэтому за дождь не переживайте вообще. Все нормально. Он все промолит. Все будет четко. Так вот, председатель, представьте, пообещал тысячу. И на следующий день пошел дождь. Но этот бизнесмен приезжает к нему, ну как, ну как, порядочный человек, говорит, ну все, дождь. Он говорит, без проблем. Достает тысячу. В миссию деньги. Аллилуйя. Поэтому, если кому надо дождь, снег, или не надо дождь, заказывайте. Заказы принимаются по телефону, такому-то, такому-то. А что вы думали? Мы обладаем, я один раз в палатке, представьте, ураганный ветер. Я выхожу проповедовать, ураган, палатка вот так вот вся. Там трубы такие, еще упадет, убьет кого-нибудь. И люди, знаете, такие все стоят, смотрят. Ну палатка вот так шатается, реально. Группа порядка на трубы вот так, опускает их, то, что они взлетают. Я выхожу, и вот я чувствую внутри, знаете, такой дух победы. Я выхожу, говорю, ветер, остановись. И только раз, и тишина. Весь город, говорю, кто это приехал? Я вам серьезно говорю, все, ну представьте, там где-то сто человек неверующих было, которые потом покаялись, и они все пошли, сказали, он только сказал, и ветер остановился. Представьте, какая сила у нас. А мы плачем, как кредиты заплатить? Та дунь на них, чтоб улетели, да и все. Аминь. Какие-то сказки рассказывают. Конечно, сказки, я ты думал. Евангелие очень сильно похоже на сказку. И кто в нее поверит, тот попадает в реальность. А все остальные в пролете. Все, братья и сестры, пусть Бог благословит. Завтра все увидимся в 10 утра. Молитва, семинары. Пастор Ольга дает последний комментарий. Давайте подарим Богу славу. Спасибо, Дмитрий. Огромное спасибо. Сегодня мы, я думаю, каждый получил реально заряд. Реально заряд. И спасибо за это откровение. Поистине, если мы исповедуем Иисуса перед людьми, Он исповедует нас перед Отцом. Это просто глубокое откровение.